Здравствуйте, друзья! И сегодня мы изучаем, что же пишет Википедия о Николае Викторовиче Левашове. Сам я скажу, что когда я первый раз встретился с наглой ложью в данной статье, я попытался поправить что-то, дописать. И, как вы уже, наверное, догадались, свободная Википедия все моментально исправляла. Видно, у них есть действительно настоящие данные, что будет, конечно, опровержено, потому что они все время пишут, что с его слов. Ну, ладно, все по порядку. Итак, приступим. Николай Викторович Левашов родился 8 февраля 1961 года, умер 11 июня 2012 года. Тут они, надо заметить, не написали с его слов. Значит, автор оккультного учения. И тут есть ссылочка, что значит оккультный. Итак, нажмем на нее. Оккультизм. От латинского оккульту скрытые. Общее название учений и традиций, считающих, что существуют скрытые и неизвестные науке силы и явления в человеке и космосе. Опыт, которых доступен лишь людям с особыми способностями или посвященными. Так вот, Николай Викторович никогда не был непосвященным. Конечно, он обладал способностями, которые и объясняет во всех своих книгах. Объясняет помимо способностей и явления, которые происходят в человеке и с человеком. С человеческим здоровьем, что такое живая клетка и так далее. Так вот, учения или традиции считают, что существуют скрытые и неизвестные науке силы и явления в человеке, космосе, опыт которых доступен людям с особыми никогда. Он, то есть избранным, понимаете, что тут говорится, что значит доступен лишь людям особым. Так вот, знания, которые нес Николай Викторович Левашов, доступны всем. Никаким не избранным, не особенным, не просвещенным, а просто людям. Все знания и книги, которые он создал сам, выложены. Они доступны абсолютно всем. И посвященным, и избранным, и со способностями и так далее. К таким учениям относятся алхимия, астрология, кабала, спиритуализм, ну и так далее. Как видите, все эти учения никакого отношения, как вы понимаете, не имеют Николая Викторовича Левашова. Он был против кабалы и многих явлений. Алхимия, понятно, которая вообще ничего не объясняет. Значит, он объяснял причинно-следственные связи в природе, объяснял их доступным путем, развивая постепенно логическую цепочку от самой простой до самых сложных процессов в природе или в космосе. Значит, с этим связаны гадания, спиритизм, колдовство, магия, шаманизм. Так вот, Николай Викторович не был ни шаманом, ни спиритологом, ни колдовством, ни магом, никогда себя не объявлял. Значит, верование в связь с потусторонним миром, колдовство, экспонсорикой и так далее. Паранормальные явления. Так вот, Николай Викторович как раз говорил не о паранормальных явлениях, а о тех явлениях, которые наука не может объяснить. Он говорил как о нормальных явлениях, просто наука не понимает все темные материи, 99%, которые сама заявляет, что 99% материи в космосе везде являются темным, а мы ничего о ней не знаем. Так вот, он объяснял, что же это такая за материя и как она взаимодействует с твердой материей, если можно так сказать. Далее. Писатель и публицист, действительный член четырех общественных академий. Хорошо, что они не написали здесь, видно, проверили, что именовал себя, значит, членом четырех академий. О, далее, все-таки следует, именовал себя целителем. Ну, во-первых, я ни в одной его книге, ни в одной его встрече не слышу, чтобы он именовал себя целителем. Религиозными СМИ характеризуется как создатель деструктивных сект. Ну, во-первых, характеризует, то есть, его кто-то характеризует как вот, типа, создатель плохих сект, ну, деструктивных. Понимаете, ну, вот представьте, что вы пишете биографию и в самом начале пишете о тех, вот, допустим, вы кому-то не понравились какой-то организации или чего-то по непонятным причинам. Понимаете, допустим, это, я не знаю, там, фабрики какой-то или, наоборот, какому-то органу, допустим, как вы знаете, милиции там или прокуратуре, да. И вот, ну, и так далее, да. Как вы знаете, они все очень честны у нас, и милиция, и прокуратура, и суд тоже, вот. Соответственно, по этой причине, значит, вот пишут мнение, что вот о вас думают, что вот вы создатель таких плохих сект. Да, Николай Викторович Левашов, создатель русского общественного движения «Возрождение Золотого века», который никакого отношения не имеет ни к деструктивным, ни тем более сектам. Зайдем в определение «Деструктивная секта», термин, использованный социологами, психологами, криминалистами, публицистами, богословами по отношению к религиозным, неоригиозным и другим группам и организациям. Ну, во-первых, Николай Викторович Левашов как раз был прежде всего, ну, атеистом, неверующим Бога, и никакого отношения ни одна его книга не имеет к, ну, нерелигиозной, и наоборот, разоблачает многое в религии, поэтому ее и его так и не любит религия, как вы сейчас уже поймете, и Википедия его не любит, а к нерелигиозным и другим группам и организациям, причинившим, причиняющим вреду обществу. Ну, во-первых, русское общественное движение первое подняло вопрос о признании геноцида русов и других коренных народов. В Госдуме 11 июня, по-моему, 10 или 11 июня 2010 года была конференция всех русских общественных движений о признании геноцида русского и других коренных народов. В результате был подписан, значит, соглашение всех их о том, что признать геноцида русов и других коренных народов, ну, как таковым, и это было первое на территории России такое заявление. Это, как вы понимаете, видно и действительно деструктивное, что, ну, что, в общем-то, и факт, ведь наши русы и коренные сокращаются, а другие из стран СНГ к нам спокойно сейчас завозят и так и заявляют, что вот мы завозим по причине того, что сокращается население, спаивается и так далее. Далее русское общественное движение поднимает вопросы о истин, о реальной были Руси, о чем подтверждают сейчас реальные находки, доказательства Чувырова, Чудинова. Значит, доказательства о том, что от русского языка произошли уже все, ну, не уже и все, а большинство европейских языков произошли от русского языка и так далее. О том, что, ну, и так далее, о том, что Россия имеет великое будущее, вспомните хотя бы только 7723 год, если я правильно помню, от сотворения мира в Звездном Храме и так далее. Ведь все эти календари были отменены всего лишь Петром, 300 с лишним лет примерно назад. Как вы понимаете, до этого было и было что-то, что сейчас в учебниках истории нигде больше не упоминается. Потом Николай Викторович Левашов и русское общественное движение заявили первым о вреде ГМО, о чем сейчас уже поднимается вся общественность. Вся общественность только после заявления Левашова и русского общественного движения о геноциде сейчас заявляет и так далее. Поднимается вопрос против абортов, против вредных прививок, которые, кстати, заводятся к нам из Запада, все закупаются. Значит, все эти вопросы поднимает русское общественное движение. Как вы видите, и доказательства данных действий вы можете посмотреть в Ютубе. Круглые столы, организация, значит, и так далее. Распространение листовок по поводу вреда ГМО, прививок и курения, алкоголя, табака и так далее. И таких явлений очень много. И вы, значит, то есть, как вы уже догадались, что никакого отношения к деструктивным, особенно сектам, ведь Николай Викторович Левашов как бы разоблачает религию, говорит о том, что все религии, суть, утверждают одно и то же, что они все произошли от иудаизма и все считают своим богом Яхва, только в одних, значит, книгах евреям заявляют, что они владельцы мира, если коротко, а другим заявляют, что они рабы божьи и должны терпеть избранных, и должны терпеть и слушаться, значит, Яхва бога и так далее. Ну что ж, дальше продолжим. Автор книги «Россия в кривых зеркалах», внесенной в федеральный список экстремистских материалов за навязывание негативного мнения в отношении иудеев и косвенного возбуждения религиозной розни. Во-первых, предлагаю вам набрать материалы «Россия в кривых зеркалах», суд по России в кривых зеркалах, где приводятся факты о фальсификации и вот этого данного дела. О том, что доказательства, ну как экспертиза, которая предоставила обвинение, оно абсолютно несостоявшимся, там несостоятельно, там предъявлено доказательства. Значит, несколько суд, была сперва одна экспертиза, значит, она после того, как, значит, была она абсолютно разбита, то есть сказано, что, допустим, человек, который делает экспертизу, не имеет права давать никаких юридических заключений, там что это, что-то является экстремистским или там и так далее. Вот, ну, дает и так далее. И в результате, закрыв на все, ну ладно, я точно сейчас, можете, я не буду сейчас все рассказывать, можете проверить это в интернете. И что далее пишется? Что навязывание негативного мнения в отношении иудеев. Ну, во-первых, Николай Викторович в данной книге, если навязывать негативные отношения, то в отношении социальных паразитов, которые, естественно, ну, плохо влияют на любое общество, в любом социуме, в любом государстве, социальные паразиты действуют деструктивно. Действительно деструктивно. Вот тут вот хорошо подходит это слово. Вот. И, соответственно, он же в этой книге показывает, что первые были атланты социальными паразитами, что 12 тысяч лет назад, благодаря им только, ну, или по вине их, была развязана Великая война, следы которой до сих пор остались на нашей планете. И, значит, и в результате этой войны именно мы и от связаться была опущена почти до каменного века. И следы от этой великой цивилизации, которая была 12 тысяч лет назад, мы находим по всему миру. В частности, в Америке и, значит, в европейской части, гигантские пирамиды в Европе и, ну, и на части Африки и так далее. По всему миру. Итак, это я сейчас по поводу неправильности, как вы понимаете. Никакое в отношении иудеев не навязывается. И косвенное возбуждение религиозной розни. Ну, какой там религиозной розни? Тоже непонятно, откуда взяли. Ну, ладно. Почитаем дальше. Краткая биография с его слов. А теперь вопрос, друзья. Данная биография на Википедии лежит уже не один год. И за данное время господа, написавшие вот эту биографию, не удосужились узнать точные биографии. То есть, видите, они оставили везде слова с его слов. Ну, за это время, уже несколько лет могли бы проверить просто. Ну, к примеру, Николай Левашов родился в 1961 году в Кисловодске. Тут они, по его мнению, не написали. По собственным словам в 1982 году закончил кафедру теоретической и радиофизики Харьковского государственного университета. Но ведь так просто позвонить туда, спросить или подать справку, является ли Николай Викторович, значит, выпускников данного университета. И, естественно, любой университет даст из архивов или где-то там справку. Но, как видите, они предпочитают не брать справки за много лет. И поверьте, это данные слова будут висеть, и вы их не поправите. Еще много-много-много-много лет, и за это время никто не удосужится проверить. Потому что я редактировал, и, вы знаете, моментально исправляли вот такой вот факт. Ну, ладно, прочитаем дальше. Служив два года офицером после окончания университета, Левашов больше к науке не возвращался. Прочитаем биографию. Вернувшись в Харьков, я принял предложение одного человека, которого я знал по доармии, и устроился на работу в его отдел. Моим новым местом работы стал всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики, отдел функционального состояния человека. В нем я занимался тем, что изучал функциональное состояние людей в разных стрессовых состояниях на рабочих местах, замеряя биопотенциалы в биологически активных точках по определенной методике. Сначала работал на должности инженера, а потом на должности младшего научного сотрудника. Место моей работы находилось в здании Газпрома, рядом со зданием Харьковского университета на площади Дзержинского. Как вы думаете, на должности младшего научного сотрудника это что, не научная деятельность? Понимаете, то есть это уже, ну, неправда. Этот период жизни подробно описан, как видите, ну, период жизни подробно описан, но они решили сюда не написать. В 1991 году с женой Светланой поехал с визитом в США. Ну, хорошо. А теперь скажите, если это краткая биография с важными, значит, вступлениями, почему же здесь не вставлено то, что до поездки в 1991 году в США есть факты о том, что Николай Викторович Левашов встречался с учеными, проводил доказательства своих деятельностей, проводил научные эксперименты, которые были запечатлены на пленку, которую я сейчас продемонстрирую. И вы знаете, в отличие от вот этой статьи, Николай Викторович, как научный человек, общался, естественно, с научными людьми и доктор технических наук поддерживал Николая Викторовича. Допустим, предлагаю посмотреть данное видео. Есть. Значит, сейчас я его загружу. С проблемами познания природы и попыткой осознать то, что происходит. Николай Викторович Левашов говорит о том, вы можете посмотреть его и на сайте его, и просто в Ютубе. И, соответственно, я даже сейчас постараюсь найти ссылку. Можете в Ютубе поискать «Возможности человека и озоновая дыра НВ Левашов, 1990 год». По данному названию можете найти вот этот ролик, который размещен в интернете, и посмотреть данное видео. Я же обращу внимание на то, что Николай Викторович говорит о том, что была проведена работа по уменьшению озоновой дыры. Она исчезла, что нонсенс, потому что для того, чтобы озон, который закрыл бы ее, выработался, нужны миллионы лет. Ну, допустим, весь озоновый слой, который сейчас образован в нашей планете, вырабатывался несколько миллиардов лет. И чтобы затянуть одну озоновую дыру, надо, как вы понимаете, большое количество озона, который за 5 секунд не выработается, как вы понимаете. И, соответственно, вот здесь я хотел бы обратить внимание на эксперта, который, значит, заявляет в поддержку Николая Викторовича. Как вы понимаете, это ученый человек, и предлагаю его послушать. Ну, объясните затягивание озоны дыры тем, что ионизировался кислород. Это вот мнение из научного журнала, которое объясняет вот то, что озоновый факт, что озоновая дыра затянулась. В ответ на это доктор технических наук заявляет... Это практически невозможно, потому что ионизация... Ну, объяснить затягивание озоны дыры тем, что ионизировался кислород, это практически невозможно. Потому что ионизация — это не создание новых элементов, а, наоборот, их, так сказать, расщепление. То есть ионизация предполагает создание ионов из нейтральных атомов, из каких-нибудь нейтральных атомов, путем отщепления одного, или двух, или трех электронов, для чего нужна, естественно, определенная энергия в том или ином виде. Это может быть тепловая энергия и другого вида энергии. То есть эта энергия характеризуется, так называемым, потенциалом ионизацией. И для объяснения озоновой дыры, где надо создать, было... Вот тут вот, значит, фамилия, имя и отчество доктора технических наук. Так сказать, трехатомный конгломерат, то есть из трех атомов создать молекулу озона, это объяснение не подходит. Что касается метода, который разработал Николай Левашов, то я бы по этому поводу сказал следующее. Я с ним познакомился недавно, и с методом частично, потому что метод слишком сложен для быстрого понимания, и с Николаем Левашовым. Но мне впервые, вот за все время моей, так сказать, научной деятельности, практически впервые, мне удалось увидеть системный подход к сложнейшим или к фундаментальным явлениям природы. И вот то, что Николай Викторович систематизировал и в итоге описал практически все явления живой и неживой природы из единой, то есть, вернее, создав единую концепцию, обобщив все, что до него никому не удавалось, я считаю, что это его открытие или изобретение, или как угодно можно это... Итак, друзья, я не буду дальше смотреть, можете посмотреть данное видео. Итак, доктор технических наук и так далее не считает Николая Викторовича его действия сумасшедшим, считает его открытие, его знания действительно достойным, как минимум, изучения, внимания. Данный фильм был снят для Центрального телевидения, но, как вы понимаете, по определенным причинам, можете прочитать биографии, знания, которые несет Николай Викторович, они неприятны многим, поэтому по этой причине как раз Википедия так и пишет, поэтому убили его жену Светлану, а потом и он погиб. По этой причине все его знания засекречены, и о них не рассказывают ни по телевизору, ни в других местах, ни по радио и так далее. Итак, кто-то скажет, ну это один ученый, его обманули. Пожалуйста, предоставляю вам ролик, в который Николай Викторович также перед учеными показывает способности. Они пришли в гости к одному из ученых, и у них уже был стол, то есть они его не принесли с собой. Как вы видите, это обычный советский кухонный стол, без всяких наворотов и так далее. И вот, соответственно, Николай Викторович тогда еще, примерно в 1989 году, показывал, предлагаю ученым, значит, реальное, что может человек, если будет развиваться в правильном направлении. Ир, возьми, подержи их, подумай. Вот на какого тебе двигается? Вот это, чтобы она двигалась, а это, чтобы не двигалась. В одинаковых руках девочки. Ну, меняют места. Смотрите, еще более бурно пошло в том месте. И, правильно, разные места. Ставятся две вещи. Это две. Одна идет, меняются места, тоже заряженная идет. Витя, Витя, то есть, здесь, это двигалось здесь, это здесь не двигалось, иди наоборот. Доктору физико-математических наук, в отличие от моей десятилетней дочери, телекинез оказался не по плечу. Данный ролик вы можете посмотреть, в интернете, набрав возможности разума при верном развитии Николая Викторовича Левашова в 1989 год. Значит, для тех, кто считает, что ну и это, да, вот предоставляю, могу предоставить ролик, в котором Николай Викторович Левашов перестраивает мозг ребенку, и ребенок уже доказывает, значит, показывает способности нового мозга развитого. В 1991 году, пожалуйста, данный ролик сейчас я открою. Проверка новых возможностей мозга ребенка. Данный ролик также, естественно, можно посмотреть, набрать в Ютубе. Сейчас я постараюсь найти его. Итак, значит, проверка новых возможностей мозга ребенка. Так, ролик в Ютубе и можете набрать. Николай Викторович Левашов и так далее. Итак, значит, в этом ролик... ...занятие с Таней, оно получается все новое, новое возможностей. А сейчас попросим ее определить. Где в продуктах, которые здесь представлены, больше нитратов? Как ты будешь видеть, расскажи. Больше всего черных точек в свекле. Меньше в огурцах. Еще меньше в морковке. А самое меньшее, это в арбузе. Прекрасно. Итак, далее, значит, ученые берут на экспертизу данные образцы. И я, естественно, не буду показывать. Сделать анализ и подтвердить, правильно ли Таня определила... Можете посмотреть этот ролик целиком. И я... ...330 мг на килограмм. Морковь при норме 400 мг на килограмм получили 326 мг на килограмм. Огурцы при норме 150 мг на килограмм получили 146 мг на килограмм. Спасибо. В принципе, Татьяна увидела качное состояние по наличию нитратов в данных продуктах. Что и соответственно подтвердилось с вашими... По данным... Да, спасибо большое. Подведение. Так, перейдите. Итак, в данном ролике действительно подтверждается уже приборами способности перестроенного мозга. Далее вернемся к нашей Википедии. То есть, как видите, также можете еще набрать в Ютубе видео и найти видеоматериалы, что до поездки в США Николай Викторович Левашов проводил активные действия по объяснению своих способностей и своих знаний по всему Советскому Союзу. Почему-то в Википедии этого не приводит. Можете набрать просто в Ютубе такие слова, как Левашов, Архангельск, 1991 год. Где, значит, показано, что и результаты воздействия, перестройки мозга, как людей изменяется восприятие и так далее. Далее можно найти в Ютубе радиопередачи 1991 года в Архангельске, где ученые-люди общаются с ученым Николаем Викторовичем Левашовым, задают им вопросы, высказывают свое мнение и абсолютно, опять же, его поддерживают и, значит, интересуются его открытиями. Вот. Далее в самой Википедии, если мы посмотрим внизу, я не знаю, как они просмотрели это, есть выступление семьи Левашовых, экстрасенсы в институте мозга. Далее я просмотрел, нигде более, значит, не говорится о том, что ни результата этих, значит, исследований в институте мозга никаких. Вот как вы думаете, если засекречены все сейчас знания о Николае Викторовиче Левашове, если передачи, которые я вот сейчас показывал, не были показаны на телевизоре от того времени, с доказательствами его способностей, с мнениями докторов, наук и так далее, то кому-то невыгодно, чтобы вот эти все знания были показаны людям. И поэтому и нету результатов Николая Викторовича Левашова в институте мозга. Единственное, где вы можете прочитать о этих результатах, это в биографии Николая Викторовича Левашова. Значит, и эти результаты, поверьте, есть в институте мозга. Вот можно нажать на ссылку, видеть фотографию, в которой видно, что Николай Викторович Левашов действительно находится в институте мозга. Тут так и написано, кто и где находится в институте мозга Академии Медицинских Наук СССР. Значит, однако, ни результатов исследований, ничего, все это засекречено. То есть, как вы понимаете, если это отрицательные результаты, то им достаточно просто достать их, понимаете? А как вы уже, наверное, догадались, у них есть связи и в правительстве, и везде. И, соответственно, достав их сейчас, вот придется нажать назад, достав эти результаты, они бы с радостью опровергли лжеца, ну, в кавычках, и ложь, и так далее. Но, как видите, как вы уже поняли, Николай Викторович сам был инициатором вот этих экспериментов по доказательству его способностей и людям, которым перестраивал мозг. Он был сам, значит, пришел в институт мозга, и уже сам институт мозга и правительство засекретили эти все, значит, данные. Так же, как и, значит, блокировали его, по причине чего он и уехал из СССР. Так же видно, что далее можно прочитать в Википедии, что стало публичной. К середине 88-го года он уже профессионально занимался нелегальным врачеванием. Ну, как вы поняли, он не только нелегально занимался, он еще легально общался с учеными, доказывал свои позиции, приходив в мозг, в институт мозга, общался с учеными, доказывал свою точку зрения, доказывал их дело, как это было в Архангельске в 1999 году. Вот, предлагаю посмотреть, как я это уже говорил, видео-доказательства и так далее. Он доказывал это экспериментально, как это было продемонстрировано в данном ролике. Он доказывал это и в своих книгах приводит доказательства. И таких доказательств очень много. Далее. Значит, но на все это не... не делается акцента. Продолжу дальше. К краткой биографии. В США, где я оставался там 15 лет. Начал с целительской практики, однако пациента отказывались платить за посещение, обосновывая это тем, что его работа не помогает. Ну, как раз это ложь, как бы, потому что в своей биографии он пишет, что просто всем помогало-то всем, но просто многие считали, что могут полечиться бесплатно, что, ну, как бы, и не считали нужным платить. И однако, тогда платно нужна была, потому что Николаю Викторовичу надо было содержать его семью, Светлану, жену свою и самому где-то жить, чем-то питаться. Соответственно, вот видите, как передергивается факт. То есть, то, что многие решили не платить, объясняли это тем, что пациенты отказывались платить за посещение, обосновывая это тем, что его работа им не помогает. Через некоторое время, по словам Левашова, появились и клиенты, которых он принимал в одной из трех комнат центра акупунктуры American College of Traditional Chinese Medicine. В 1994 году он самостоятельно опубликовал свой... Вот как видите, значит, это уже опять подтверждение того, что Николай Викторович все делал сам, что он не является деструктивным каким-то создателем сект. Он самостоятельно делал все свои книги, самостоятельно рисовал к ним, ну как, оформлял их и так далее. Необходимые рисунки делал. Вот. Книга была выпущена в 97-м году. Последнее обращение человечеству. В своей биографии Николай Викторович Левашов рассказывает о том, как подло пытались, значит, вначале просто ставили палки в колеса, чтобы не было издано, а потом в наглую издатели просто и прочие люди переправляли текст. Он это все описывает в своей биографии «Зеркало моей души», так называется его книга. Вот. И в которой он рассказывает, с каким тяжелым трудом она и была выпущена и с большими, значит, большими изменениями. И какие эти изменения можно прочисчитать, сравнив уже книгу, которая была издана уже без изменений позже, которая так называется «Последнее обращение человечества» с тем, что было. Впоследствии Левашов написал еще несколько книг, изданных как самостоятельно, так и в сторонних издательствах. В 2006 году вернулся в Россию, жил и работал в Москве, писал статьи, книги, снимался в видео. Ну, во-первых, он был общественным деятелем, был академиком многих академий наук, о чем, в общем-то, они и сообщили. Значит, был инициатором создания круглого стола о признании, значит, геноцида русов и других коренных народов. Вот. И, соответственно, они решили, жил и работал в Москве, писал статьи, книги, снимался в видео. Это, конечно, смешно, что он снимался в видео. Ну, наверное, имели в виду, что он был на встречах с читателями и так далее, что был, на встречах с читателями он поднимал очень важные для людей темы, что там постоянно люди приходили и узнавали очень много чего нового, что он помогал как бы понять его книги и, ну, не знаю, был признан князем, князем, фондом содействия национальному религиозному согласию княжески. Впоследствии был выведен из ассамблей князей за недостойное князя поведение. Ну, опять предлагаю вот посмотреть значит, видео, которое Николай Викторович объясняет, ну, это, естественно, очередная ложь. Вот. Ну, далее жена, причем обратите внимание, несмотря на то, что Светлана Левашова была очень популярной ведущей на телевидении, вы не найдете, я вот искал ни одного видео с ее участием, несмотря на то, что она была популярной значит, певицей в советское время тяжело найти ее записи. Несмотря на то, что была даже выпущена, вот я сейчас листаю вниз, вниз, несмотря на то, что была выпущена передача даже взгляд, в которой хоть и отчасти, хоть и переворона, но были показаны способности Николая Викторовича Левашова, хоть там, как пишет Николай Викторович в своей биографии, там было так все перевернуто с ног на голову, что это Мзия все делает, и вот жена, после чего он развелся и так далее. Вот, это все можете прочитать в зеркале «Зеркало моей души», так называется книга Николая Викторовича. Вот, соответственно, вы не найдете ни этой записи, ни записи с Николаем Викторовичем, ни какой-то, как вы, ни какой-то ссылки, как видите, на Светлана Левашова в Википедии тоже нету, то есть, здесь пишется о Светлане Левашове и нельзя нажать на книгу, несмотря на то, что, вот, как видите, Светлана Левашова, что, что это очень популярный человек, что она была очень, что она и есть очень интересна миллионам, миллионам людей, что у ней миллионы читателей, значит, и так далее, что она в своей книге разоблачала, разоблачила ложь о Иисусе Христе, рода мире, что факты, которые подтверждают это, находятся очень, ну, что до сих пор находятся, несмотря на то, что Светлана Левашова умерла, так, далее, то есть, как видите, постоянно либо искажение, либо ложь, либо умалчивание, идет настоящая информационная война в отношении Николая Викторовича Левашова и Светланы Левашова, даже после их смерти. Вот, в тысячи семья с первой жене практически ничего не сообщил, кроме того, что прожил с ней пять лет, в 1908 году познакомился со второй Мзией, взявший после замужества его фамилия, продолжавший пользоваться ею и после развода, в 1988-90 годах Николай Мзии и Левашов вместе занимаются целительством, о них был снят фильм, который вы не найдете, транслирующийся на ТЦССР, кстати, вот эти все записи, если бы не сохранились у Светланы и Николай Левашовы, их бы также невозможно было найти, после развода объявил себя воплощением Христа, но, в общем-то, Николай Викторович об этом пишет, что, и так далее. Третий раз был женат на Светлане Левашовой, девичестве Серегиной, ну, по другим данным, а, пожалуйста, предоставьте эти данные, опять, согласно книгам, потому что опять с его слов, по другим данным, как видите, нету ссылки, и они пишут, что, так, далее читаем, согласно книгам Левашова, Светлана якобы оказалась наследницей рода Роганов и Брисаков, хотя, я лично не помню, чтобы Брисаков, хотя, в действительности прямые ветви этих родов не пересекались несколько веков, ну, и так далее. Ну, вы знаете, я вот помню, что именно надо почитать, я конкретно сейчас не могу сказать по этому поводу, сразу же скажу, естественно, я когда читал тут, ну, мне кажется, это просто опять очередная провокация, потому что тут каждая строчка это провокация либо ложь, по Левашову Светлана получила наследство титул принцесса, монархии во Франции не существует, ну, вы знаете, никогда ни в одной книге Николай Викторович не читал ни Светланы, а титул принцессы, что кто-то получил титул принцессы, что она принцесса, никогда, и замок, так вот, так вот, замок, который купил Николай Викторович Левашов во Франции, не относится, не получил он как принц или как Светлана принцесса, он им не достался по наследству, это просто ложь и провокация действительности, принадлежащей не Роганам и так далее. В ноябре 2010 года Левашов сообщил, что Светлана была убита во Франции российскими спецслужбами, ну, как вы понимаете, сейчас из всего этого, из всего, всей той лжи, которую скрывают лжи или скрытие от людей реальных возможностей и знаний, которые несет Николай Викторович Левашова и Николай Викторович и Светлана, то это вполне, вполне возможно, что именно сделано это было спецслужбами и связано все это со спецслужбами. И опять, видите, сообщил, что же мешает за все эти годы узнать, попросить документы, данные, верно, Светлана Левашова, что была ли она, что убита ли она, может, она живая, знаете ли, но они не удосуживаются себя проявить так. В другом заявлении говорилось, что американскими, ну, во-первых, он не говорил сперва, что это российские или американские, он говорил, что, к сожалению, были причастны российские спецслужбы. Заявление об убийстве Светланы Левашовой повторил и в интервью телеканалу МИР, не уточняя, кто виноват в ее смерти. 11 июня Николай Викторович Левашов умер от остановки сердца, причина смерти не уточняется, однако единомышленники заявляют, что он убил, но, как видите, Николай Викторович Левашов умер, кому же передать вот эту фразу с его слов, то есть, если он о Светлане Левашов сообщил, что сообщил, где же кому же, ну, как соратникам, однако заявляют, что он был убит, похороны состоялись 14 июня, церемония прощания транслировалась через интернет. Далее про идеи, нетрадиционные идеи Левашова, ну, как вы видите, ученые почему-то не считают его какими-то нетрадиционными, и вообще могут ли быть идеи какими-то традиционными либо нетрадиционными, это еще вопрос, касающийся в основном его собственных якобы паранормальных способностей, многочисленные и разнообразные. Так, нетрадиционные идеи Левашова, касающиеся в основном его собственных якобы паранормальных способностей, опять видите, вот это постоянно якобы паранормальных способностей, многочисленные и разнообразные, нетрадиционные идеи, но это полный бред, просто бред на бреду, нетрадиционные это как масло масляно, нетрадиционные идеи многочисленные и разнообразные, видите, если извлечь самые основные слова, то идеи многочисленные и разнообразные, но это очень хорошо, масло масляное там, слова красивые и разные, понимаете, он говорил много и всего, ну, можно так было сказать, понимаете, чтобы запудрить читающимся голову, вот такие абсолютно вставляя периодически, это называется, на мой взгляд, нейролингвистическое программирование, когда через подсознание, вот так как, допустим, человек не понимает вот это приложение, да, но вставляется периодически в основном его собственные, его собственных якобы паранормальных способностей, вот видите, его собственных якобы паранормальных способностей, ну, вот эти, понимаете, вот это слово, его собственных якобы паранормальных, но это, у меня просто не хватает слов, чтобы выразить вот этот бред, ну, вот через подсознание намекается на В том, что он врет о своих паранормальных способностей, которые якобы существуют, но нетрадиционных идей очень много, и они разнообразны. В этом разделе приводятся лишь те, что нашли отражение в сторонних источниках, хвалебных или критических. Левашов утверждал, что способен лечить множество болезней, включая неизлечимые, лишь сознанием, без физического вмешательства, в том числе по телефону. Но тут действительно правда. Однако человека неподготовленный, который не знает, допустим, знаний Николая Викторовича, ему может показаться странным, что как же этот человек может мысленно, значит, лишь сознанием, ну, мысльно, не сознанием лечить, а мысленно, мыслью, мысль материальна, и это он доказывает своих, и объясняет в своих книгах, показывает, доказывает на телевидении, показывает, доказывает и не один раз. Сейчас предлагаю посмотреть еще, кстати, уже Николай Викторович в США на телеканале CNN, по-моему, на каком-то американском канале, тоже демонстрирует опять вот эти способности человека. И, как вы понимаете, он нету связи, нету связи между ним и вот этим стаканом, и он перемещает его именно мыслью, силой своей мысли. Так же, как и девочка, которую вы видели, она это тоже делает мысленно, ну, вот эти вот определяет, какой грязный или более отравлен, какой фрукт там или какой овощ. Это все она определяет мысленно, она до него не касается, не делает никаких там проб, понимаете, силой своей мысли и способности. И, как вы понимаете, он показывал вот эти фокусы, ну, как это, в кавычках фокусы, ну, вот эти реальные процессы, ну, воздействия силы мысли на материальные процессы, как показывал это перед учеными, доказывал, как показывал это потом уже после США, и, как вы понимаете, показывая фокусы, как он сам говорил, это не поможет никак. Вот он показывал людям, вот, допустим, где те ученые, которые он доказывал, показывал, сидели, где их выступления, где их слова, нету, понимаете, и не будет, потому что в этой системе любое инакомыслие подавляется и спецслужбами, и подавляется с другими службами, и не только инакомыслие, а те люди, которые опасны для системы, либо для какого-то там мировоззрения, на котором держится система, понимаете, эти люди сразу же уничтожаются, убираются. И смерть Николая и Светланы, доказательство как раз именно этого. И смерть не только Светланы, почитайте книгу Николая Викторовича Левашова, и там все будут доказательства того, что с ним происходило, того, что с ним, ну, в общем-то, все вот это вот описано в этой книге. Итак, далее. Левашов утверждал, что способен лечить. Тогда Левашов, ну, они резко, значит, ушли с темы, заявив, что вот он может, такой негодяй может лечить. Левашов заявляет, что может, утверждал, как видите, с его слов. Опять же повторю, что это не лингвистическое программирование, которое намекает на то, что человек с его слов. Вот представьте, что вам кто-то будет говорить с его слов, он утверждает и так далее. У вас слушается о человеке, которому так рассказывают, что это лжец, какой-то негодяй, вот, что он постоянно обманывает, юлит, врет. Верно? Так и есть. Левашов автор популярных книг, претендующих на статус исторических исследований, но не признанных таковыми в академической науке. Ну, вы знаете, Николай Викторович Левашов на одной из встреч, значит, показал книгу, значит, которая называется «Толи замалчиваемая история России». Сейчас я постараюсь найти. Так, и в которой как раз говорится, что академики как раз показывают о том, что, значит, приводят его материалы, доказывая, что, значит, что монголо-татарского ига не было, что это ложь. И это академики истории Академии наук России, понимаете, и они приводят именно материалы и статьи из книг Николая Викторовича Левашова. Книгу сейчас я не вспомню. Так, о, вот, здесь у меня, значит, есть, называется «Скрытые страницы, только не советские». Советской истории, а скрытые страницы истории России. И там несколько авторов, несколько, одни из них, академики наук. И они ссылаются на материалы там Николая Викторовича Левашова. Сейчас я постараюсь найти. Да, она называется, так, сейчас еще раз прочитаю. Таеные страницы советской. Так, сейчас постараемся найти. Так. Продолжение следует... 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 И по непонятным причинам, значит, те, кто люди живы, и это факты, можете убедиться, никакого загрязнения нету на территории России, что по сути является нонсенсом, потому что, значит, вот это, как бы, нагрев своего ядерного реактора после взрыва китайцы тушили обыкновенной водой и справляли ее в море. И именно это море, вода, которую очень-очень много вылили, должна была дойти до России естественным путем, что абсолютно естественно, и Россия должна была получить загрязнение. Допустим, многие не знают о том, что после Чернобыльской аварии облако радиации гуляло чуть ли не по всему миру, и были многие заражения. А тут мы соседи, и это факт, на территории России не было никакого загрязнения. О чем заявлял Николай Викторович на встрече, что является фактом, что абсолютно нелогично. Также является фактом, то, что во время того, как вот этот Фукусима произошел взрыв, далее радиация нарастала, и я сам лично видел по видео, она резко спала. Это можете посмотреть. Японцы тут же завопили, что они справились, и после этого опять радиация пошла расти. И, что также является фактом, непонятно, ведущий, вот я так и не нашел этот ролик, видел, значит, в Ютубе, что ведущая заявила лично, что по непонятным причинам радиация резко остановилась. Потому что ее почистили, что я уже понимаю, что это не случайно, почищают всю информацию, как вы сейчас это слышали. Далее, значит, телевизионных радиоинтервью заявлял, что жара в России была следствием целенаправленной атаки США с помощью ХАРП. Он не только заявлял, он это доказывал в своих статьях, предлагаю, можете все это убедиться. Что Левашов говорит о жаре, и доказательства, какие он предоставляет, и он писал и статьи, и так далее. Все это, пожалуйста, есть. Так что это не просто заявлял, а доказывал. И сама газета «Президент», государственная газета, напечатала его статью. Это факт, в котором доказывается, что именно США. И вы знаете, эти статьи напечатаны были доказывающие в «Концемольской правде», и там было указано, что это именно Левашов Николай Викторович. Понимаете, сейчас у меня была эта газета, я, к сожалению, при переездах, возможно, она исчезла, но это факт тоже. И это никак не заявлял, а доказывал, и писал статьи, и так далее. Другие экзотические, по выражению ведущего передачи Быкова, это чистокровный, я так понимаю, да, чистокровный русак Дмитрий Быков, как вы видите, значит, вот про него почему-то гадости не пишут. Видно он, знаете, действительно из дворян, российских дворян, как вы видите, по прекрасному выражению лица. Вот, русский писатель, видите, как видите, оказывается, он русский. Ну-ка, вернемся к Николаю Викторовичу Левашову. Автор, нигде не указано, что он русский, очень жалко. Правда, автор «Россия в кривых зеркалах», организатор русского общественного движения «Возрождение Золотой век», значит, был инициатором создания круглого стола, о признании геноцида русов, да, но он не русский. А зато вот Дмитрий Львович Быков, ну, стопроцентно русский писатель, поэт, журналист, кинокритик. Биография Бориса Пастернака, Булата Акурджавы и Маяковского совместно с Михаилом Викторовичем регулярно издал литературные видеовыпуски в рамках проекта «Гражданин поэт». Тут уже не указывается, что в его слов. Окончил факультет журналистики МГУ. Ну, почему бы не написать с его слов? Видно, так они убеждены, что именно это правда, что вот этот замечательный славянской внешности чистокровный русский писатель Дмитрий Львович Быков действительно окончил факультет журналистики. Зато автор оккультного учения, просто негодяй, действительно член, конечно, общественных академий, но у Быкова такого нет, очень жаль. Религиозными СМИ характеризуются как создатель деструктивных сект, понимаете? Вот такой негодяй. Ну, ладно, продолжим, немножечко посмеялись, продолжим дальше. Другие экзотические по выражению ведущего передачи Быкова «Вскляда» Левашова излагались в интервью радиостанции Сити-ФМ. В 2008 году в выступлениях интервью Левашов неоднократно делал странные и недостоверные утверждения. Например, Ветхий Завет был введен в православное христианство только в начале 20 века, а до этого он в Святой Книге не считался вообще. Да, Ветхий Завет это факт. Не был на территории России, не вводился. Луна имеет искусственное происхождение. Извините, об этом заявляют, доказательства к этому заявляют не только Левашов. Это заявляет весь научный круг о том, что я сам в университете, я магистр прикладной математики. Я общался с докторами физмат-наук и так далее. Да, многие из них абсолютно серьезно и на научных исследованиях основывая считают, что Луна имеет искусственное происхождение. Предлагаю, как доказательство, посмотреть также ролик, который я создал, который называется сейчас поищу, который также касается Луны. Прошу секунду, сейчас я покажу. Вот, называется ролик Луна, происхождение, структура, возраст, где обычный человек, я как обычный человек, основываясь на обычные, значит, данные, которые можно увидеть, просто даже на фотографии посмотреть, что с разного радиуса, значит, кратеры, да, имеют по тени определить, что имеют одинаковую примерно глубину. Естественно, это очень странно, нигде вы такого не увидите. И это возможно только если под грунтом Луны, который, конечно, неравномерно распределен, существует какое-то очень твердое образование. Далее, значит, в ролике, если вы можете посмотреть, что вот кратеры в Луне, они почему-то вот имеют такое вот круглое основание. Внизу тогда, как на Земле, как видно, они абсолютно никуда не упираются, если коротко. Ну а далее Гречка и наш известный космонавт предоставляют данные, вот, герой Гречка, дважды герой Советского Союза, о том, что когда прилунился, значит, корабль... Громно-то-громно. ... настолько сильным, что звон распространился на 64 километра от места высадки корабля. И долго еще звенел. После чего, как утверждали астронавты, произошло искусственное лунное землетрясение. Ну вот, и так далее, и таких исследований, и различными приборами облучали Луну. И это все опять подтверждалось. Просто данные эти засекречены, чтобы никто вдруг не узнал о прошлой цивилизации, которая была. А то еще будут узнавать, а кто потомки этой цивилизации. Ведь самые основные носители этой древней высокой цивилизации, это именно русы, русский народ. Поэтому причине и все материалы Николая Викторовича Левашова засекречены. По этой причине сейчас идет сокращение населения. Поэтому идет и замещение населения России другими народами и так далее. И как вы знаете, у нас сейчас резко сокращается население, несмотря на то, что Россия самая богатая по ресурсам и так далее. Вообще по всем, значит, страна, ну и так далее. Вернемся к статье. Как видите, это я не слушал. Я сам все эти данные можно самому узнать, посмотреть картины, узнать факты, сделать самому вывод. И для этого не надо даже, знаете, вот там с его слов. И Николай Викторович также в своих работах доказывает все, все. Каждое слово, он не просто, он подтверждает. Странное, видите, утверждение. Что дельфины общаются телепатически. Ну, о способностях дельфинов можете посмотреть, значит, в Ютубе тоже, что дельфины действительно разумны, и что они имеют действительно способности. Так. Ну вот, за евреями стоит космическая партиетическая система. Значит, в биографии, которая еще не запрещена, можно, значит, прочитать доказательства также. А о этом можно, значит, почитать, что и в самой Торе написано. И даже, знаете, когда Бог, есть передача в Ютубе, в котором описывается, что когда восстановили вот эту колесницу огненную, на которую прилетел Бог, она очень напоминает космическую тарелку. Значит, с колесами, которая прилунялась, да. И когда восстановили храм, который приказали построить для этой колесницы, это оказалась как бы посадочная станция, что она точно подходит под, значит, вот эту колесницу, которая описывается. Ну и так далее. Что в роддомах всех детей намеренно заражают инфекциями. Тут уже не надо даже думать. Все, любой вам скажет врач, что после нескольких лет, пяти или скольких лет, любое учреждение, госучреждение здравоохранительное заражается, значит, стафилококком, который не сжигается, никак не перекрасишь, он уже не исчезнет. А можно только, надо сносить и строить уже заново дом. И, естественно, как вы знаете, все наши роддома и в моем городе, во всех других, они именно старые с советского времени. И там, естественно, все эти стафилококи, трептококи, золотистые стафилокок, они там и есть. И дети, рожденные там, у них, значит, еще в носу не сформировался хрящ, как бы там не срослась в носу перегородка, и он, вдыхая воздух, попадает вот этот зараженный воздух в мозг. Соответственно, определенная элита об этом знает, поэтому они в определенных роддомах других рожают не в обычных, а уже в чистых. Вот. И человек уже на всю жизнь получает вот эту инфекцию, которая размножается в мозгу, и все старческие болезни, они связаны именно с размножениями этой инфекции. Что ислам, это ветвь христианства, он это доказывает, потому что Иса, это по-арабски, это и есть Иисус. Вот. И это нигде не скрывается, это официально, они признают Иисуса Христа и только считают его неважным пророком, а важным считают именно Магомеда. Вот. Далее читаем, значит, в Википедию психолога, лингвистическая судебная экспертиза, проведенная по запросу суда Омнинска в Калужском государственном педагогическом университете установила, что в книге «Россия в грех зеркалах» содержится текст направленный на возбуждение ненависти или вражды к иудеям, на унижение их достоинства по признаку их религиозной или националистической принадлежности. Ну, там предлагаю ознакомиться, это все бред и просто абсолютно непонятные слова, потому что как раз Николай Викторович Левашов разоблачает именно евреев, что это не они к вражде, это они призывают к вражде, призывают, что в Торе и других еврейских книгах пишется, что вы избраны, а к остальным можете относиться как вам заблагорассудится, забирать их богатство, уничтожать их и так далее. Это же самый настоящий экстремизм, только не по отношению к иудеям, а именно иудеев к всем остальным, ну и так далее. Предлагаю, опять же, все эти материалы изучить, набрав суд Россия в кривых зеркалах. Мягче заключение другого психолога ленивистической судебной экспертизы, проведен по запросу того же суда, эксперт-версия, эксперт-версия проводил КГПУ, Марченко, текст признан, интересно, как видите, вот первый текст, если он был нормальным, почему-то его отклонили, потому что там были нарушения в экспертизе, и поэтому пришлось и делать вторую, но это почему-то не обращается внимания. Текст признан формирующим негативный образ иудейской группы и отрицательной эмоциональной оценки их действий, ну, навязывающим негативное мнение в отношении иудеев. Но он там приводит факты, а уже кто как будет относиться к этому, это уже, извините, даже в суде, когда будет, значит, с этим делом всем, там была такая фраза, что констатация фактов не является доказательством, понимаете? А что же тогда является доказательством? Понимаете? То есть констатация фактов там прежде всего приводится и больше ничего. Согласно книге, оценке эксперт-книги неоднозначно звучит тезисы об исключительности русских прямых светлых сил, а также иудеев носительность темных сил. Не знаю, что ну, конечно, ну, во-первых, если что касается первыми социальными паразитами, в этой книге говорится о том, что первыми социальными паразитами были не иудеи, а были именно, значит, как я это уже говорил, атланты, и в результате чего и была война, понимаете? То есть, а социальными паразитами в любой нише может быть любой, понимаете? Тут понятно для любого социума, что социальный паразитизм это плохо, это даже не надо доказывать, да? И, соответственно, и далее Николай Викторович Левашов просто приводит факты, вот и все, что является одной из многих попыток переписать историю, да? Переписать историю, ну, действительно, историю, которая переводится исторой, я, история, да? Ну, ее, вот мы сейчас и изучаем, в которой нет места не русской цивилизации, которой сотни тысяч лет, чему есть уже миллиарды, триллиарды доказательств, значит, естественно, вот эту историю, ее не надо переписывать, ее просто ложь и клевету, я не знаю, что с ложью и клеветой, надо сделать, ее переписать, нет, я думаю, что ее надо опровергнуть, однако, прямых обвинений в книге экспертиза не находит и заключает, что текст направлен на косвенное возбуждение религиозной розни, по поводу первой экспертизы, вот сам Левшов заявляет, что его книга наоборот несет антиэкстремистскую направленность, конечно, потому что разоблачая экстремизм, который написан в Торе, он как раз, как я это уже говорил, выступает антиэкстремизмом и антипаразитизмом, на стороне антиэкстремизма и так далее, направленность, поскольку он считает, что иудеи являются обманутыми жертвами, инструментом, которым определенные силы используют для достижения своих конкретных целей, ну, вполне, так и есть, признание творчества Левашова экстремистским материалом, вот, ну, далее идет в связи с запретом книги, но тут они не пишут с его слов, тут они уже, понимаете, это они побоялись вот узнать с его слов, где же он учился, Николай Вишев по собственным словам закончил кафедру теоретической радиофизики Харти Государственного университета, понимаете, а зато признана экстремистской, ну, сто процентов уверенно, ну, понимаете, да, кто это пишет и зачем, ну, вот, те, кто признавал эту книгу экстремистской, кто вот здесь вот возмущается им, ну, те и писали, понимаете, те и правят, как вы уже, наверное, догадались, далее, как видите, тут в краткой биографии, краткая биография, почему-то не пишется, что он создал русское общественное движение, был общественным деятелем, баллотировался президента Российской Федерации, как вы понимаете, нельзя просто баллотироваться и надо иметь серьезную поддержку, выдвигаться от кого-то, понимаете, но они это не включили в биографию, ну, бывает, ошиблись ребята, очень жалко их, они вот там ошибаются, тут, прошу прощения, публичные выступления, вот тут надо еще заявить, что Николай Викторович Левашов официально подал и был принят как, значит, кандидат президента, 16 декабря сообщил, что отказал Левашова в регистрации, так как не выполнил требования о проживании на территории РФ не менее последних 10 лет, так вот там это наглая ложь, потому что это в этом законе не менее 10 лет, а про слово последних ничего не сказано, так что это наглая ложь, которая просто фальсификация и изменение специально было сделано, ну как вы понимаете, чтобы человек, который русский общественный деятель, который поднимает правду, они заявляют о геноциде русов и других коренных народов, который общественный деятель и борется против вакцинации, которая портит здоровье детей, против ГМО и так далее, чтобы ни в коем случае не стал президентом, выступления, семинары, так, он, значит, публичные выступления, по словам Левашова, он начал проводить еще в 99-м году в России, ну как видите, тут не указали, что в Архангельске, очень жаль, что и точно могли бы предоставить данные, но тут они вот опять публичные выступления, по словам Левашова-то они написали, а то, что доказательства его выступления, где это было и когда, в Ютубе выложены официально, но это они, не посмотрели, продолжив, в США с 2010-го вновь проводят выступления в России, семинары посещают тысячи людей, эта информация подкрепляется видеозаписями, ну вот тут они уже не с его слов, а уже надо же, написать, что подкрепляется видеозаписями, которые Левашов выкладывает на свой сайт и другие ресурсы в интернете, он лично выкладывает, да, и на другие ресурсы, просто, ну вот такой человек, да, ну это смешно просто, что выкладывает не только он, а там имеет, допустим, после его смерти я выложил лично ролик «Последняя встреча с читателем», я могу его продемонстрировать, и там уже после смерти на одном его ролике «Последняя встреча с читателем», там у него 110 тысяч просмотров, вот предлагаю «Последняя встреча с читателем» 110 тысяч просмотров, вот это я выложил, это он, наверное, Левашов выложил, вот смотрите, дата 13 июня, его убили 11 июня, а Левашов выложил, да, ну, хорошо, вот, который Левашов выкладывает на свой сайт, нет, выкладывают люди, которые понимают, о чем он говорит, которые видят суть, смысл, понимаете, и, как ни странно, я общаюсь с другими людьми, вижу, что уже много лет изучаю, что как раз суть и смысл Левашов действительно доказывает и показывает, Николай Викторович, несет действительно посветление, свет, а вот все оставшиеся, которые кричат, якобы свет, и религиозные дети, или там, и политики, и так далее, что, вы знаете, по делам их совсем, они несут не свет, а обратное, если судить по делам. А так, Левашов выкладывает на свой сайт и другие ресурсы, а также сторонними наблюдателями, включая критиков. Ну, ладно. На выступлениях целитель производит действия, должные, по его словам, освободить от блокировок, а также учит извлекать астральных паразитов, присосавшихся к людям. Ну, во-первых, ни на одном выступлении он не учил извлекать астральных паразитов. Вот я просмотрел все его встречи и ни один раз вот не видел, что где он учил извлекать астральных паразитов. Понимаете, это ложь, опять очередная, присосавшихся, и вы можете просмотреть все эти ролики, присосавшихся к людям и видимых, по их словам, некоторым из аудитории. А также, ну, понимаете, да, это опять очередная дискредитация, потому что опять кому-то виденное там, ну, когда он никогда не учил этого, никогда не говорил, как извлекать. Также некоторые посетители, он как раз говорил, что обучение все будет позже, прежде всего, как определенная масса людей поймет, и пока не произведут в социуме определенные изменения, когда люди будут понимать, что дважды двадцать четыре, и поймут элементарные понятия, понимаете, что если сейчас, допустим, не может, даже самый богатый человек, Стив Джобс, там, умер, да, у него был рак, да, почему же он свои миллиарды не мог потратить, вылечить, если у нас такая великая, ни один миллиардер, ни рокфеллеры, там, умирают от раков, почему же они свои миллиарды, триллионы, не потратить, если все наша наука, ну, за миллиарды, за триллионы рублей, как вы думаете, наука, если бы знала, за триллион долларов, она бы вылечила, она бы, конечно, за триллион бы вылечила, она не может ни за триллиарды, ни за сто триллионов вылечить, потому что она ничего не понимает о реальных процессах, происходящих в жизни, который объясняется в книгах Николая Викторовича Левашова и так далее. А также некоторые посетители на сцене сообщают, что их астральное тело вышло из физического. Ну, я не помню, что их астральное. Давайте разберем предложение. Некоторые посетители на сцене сообщают, что их астральное тело вышло из физического. Ну, как вы это себе представляете? Что я вот стою, и мое астральное тело вышло из физического. Ну, во-первых, сущность может выйти, астральное тело отдельно не может выйти из физического, потому что сущность состоит из астрального, ментального и так далее. Тел, понимаете, это раз. Во-вторых, оно выходит во время сна или в состоянии, когда человек, ну, как бы в полусне и так далее. Понимаете, как оно может? И это все описывается в книгах. Как такая билиберда может случиться? Иллюзионист Юрий Горный утверждает, что присутствовал на одном из выступлений и заметил, что на сцену выходят лишь люди, отобранные по тестам на наибольшую внушаемость. Ну, во-первых, кто это сказал, что это тесты на наибольшую внушаемость? Это заявляют вот эти вот авторы, да? Тогда как на на тест на возможность быстрой перестройки. Понимаете? Возможность быстрой перестройки мозга и наибольшую внушаемость. Это абсолютно разные вещи. Это им хочется вот этим паразитам, которые пишут все эти статьи, описать, очернить, что это вышли вот, которым внушили все, что с ним происходит, понимаете, что ему предоставляется недобросовестной и опасной манипуляцией. Ох, просто со своей стороны Левашов не отрицает применение отбора зрителей по внушаемости и раска... Ну, он, во-первых, не говорил, что он по внушаемости, абсолютно. Он не говорил даже там слово внушаемости, понимаете? Внушаемость, еще раз расскажу, к восприятию, ну, как... к возможности бывшей восприятия быстрой трансформации мозга. Это разные вещи, понимаете? И рассказ об этом размещен на его сайте. Ни слова там нету, кстати, ни разу про внушаемость, понимаете, да? Что это опять ложь и так далее. Далее про Возрождение Золотой Век Движения. Общественное объединение Возрождение Золотой Век было создано Николаем Викторовичем Левашовым в России 12 мая 2007 года, как утверждает сам Николай Викторович Левашов. Опять сам утверждает, ну, простите. Это же можно проверить, что в самом движении заявляется, что создатель и автор на каждом шагу, если утверждается, что создатель и автор сам, о, движение заявляет, что оно было создано Николаем Викторовичем Левашовым и так далее. Что это... То как же... То, что он... Что утверждает, писает, что после этого утверждает сам Левашов, только, ну, не сам Левашов. Объединение не имеет регистрации в Минюсте. Оно основывается на членстве, фактически, и в соответствии с составными документами. Оно имеет несколько отделений в различных субъектах РФ. И тем самым объединение является незарегистрированным межрегиональным общественной организацией, хотя себя оно именует как русским движением. Ну да, это русское общественное движение. Ну, общественная организация, русское общественное движение. Видите, само именует себя, да, русское общественное движение. И никто, никакие, извините, быковые, русские писатели, извините, да, чистокровные, ну, не могут это, вот как в этой статье, не могут это очернить как-то и так далее. Несмотря на то, что одна из книг, что вы признаны экстремическим материалом, деятельность объединения не была запрещена. По мнению религиозных экспертов, организация возрождения золотой века является деструктивной сектой. Ну, по мнению, во-первых, тут религиозных экспертов, да, а в начале, я вот помню, по мнению религиозных СМИ, как-то странно они разделились, то религиозные СМИ, то религиозные эксперты. Вы уж, ребята, как-нибудь хотя бы читайте ваше же, извините, то, что вы пишете, потому что признанное экстремическим материалом деятельность объединения не было по мне. Является деструктивной сектой, что я вот, прочитав определение деструктивной сектой, доказал, что это ложь, клевета, вот, как видите, уже приписывается, что это возрождение золотой век является деструктивной, как видите, если вы почитаете там основные цели русско-общественного движения возрождения золотой век, это возрождение России, возрождение были, реального, прошлого, возрождение сознания, возрождение культуры, именно русской и других коренных народов, понимаете, вот это авторы считают признаком деструктивной секты, борьбы с отрицательными проявлениями в обществе, как пьянство, алкоголь, сигареты, курение, наркотики и так далее, вот это, вот эти являются, считают, что эти действия являются деструктивными и сектантскими, что заявление о геноциде руссов и коренных коренных народов России является деструктивной сектой, понимаете, да, что и так далее, вот, вот такие вот авторы, которые разоблачают себя сами, сами своей статьей, обливая, ну, показывают, кто они такие, что, кто они действительно являются деструктивной сектой на территории России, организация декларирует свои задачи скорейшее пробуждение человечества от многовековой спячки, знаете, от многовековой спячки, которую только, что эта спячка существует, вот википедия этой статьей всячески, всевозможно, подтверждает, что эта спячка не только существует, она всесильно насаждается, эта спячка, во время неблагоприятного тысячелетнего воздействия последней ночи Сварога, создания мировоззрения и идеологии, которые отражали, отражали бы чаяние русского и других коренных народов Руси, это их, видно, задевает очень сильно, пособствование возрождению ведической, ну, ведическая цивилизация, это еще надо прочитать, ведической, ну, возможно, ведической, ну, возможно, тут переворено, ну, ладно, на нашей планете Медгард земли и возвращению землян к естественному эволюционному развитию через просветление знаний, это абсолютно так, через развитие землян, через просветление знаний, реальных знаний, а не фальшивых полой, фальшивых знаний, которые вот приведены данной, искажениями, с искажениями и лживых в данной статье, под знанием общественная организация понимает концепции, выдвинутые Николаем Левашовым и заявляемые им как научные, но не имеющие никакого признания ни в науке, ни смежных, ни языческих объединениях. Опять это идет какая-то масло, не масло, а бред, бредовский под знанием общественная организация понимает концепции, выдвинутые Левашовым и заявляемые им как научные. Извините, научные эти знания, они действительно научные, потому что подкреплены не только опытами, но еще подкреплены и книгами, и не только книгами, а как здравым смыслом и логически и так далее как положено. И то, что Николай Викторович является и академиком, понимаете, что его материалы используют и ученые, и сейчас многие начинают изучать и находят многие подтверждения знания реальные, но не имеющие никакого признания в науке. Но это возможно. Действительно, вот в этой науке, которая сейчас существует, не в смежных, не языческих объединениях. Секретариат находится в Москве. Кроме того, местные ячейки действуют в 18 городах России, а также Киеве, Кишиневе, Минске, Харькове. По словам организации, она рассматривает возможность официальной регистрации в Минюсте. Организация проводит пикеты с лозунгами в защиту. Ну, не только лозунги в защиту. Это до, вот, допустим, пикетов в защиту России в Кривых Зеркалах было проведено очень много других и пикетов, и раздач листовок, и много, очень много других деятельностей значит по тому, что заявляют, по возрождению и пробуждению о спячке людей и по для очень много деятельности по действительно развитию людей, по помощи им, по пониманию, по даче реальной информации о прошлом, по даче реальной информации о том, как устроен организм, что такое живая клетка, что такое сущность человека, что она материальна, что такое карма и так далее, и без этих всех знаний общество просто будет так же самоуничтожаться, не может жить дальше, и оно может самоуничтожиться, как это пример с абортами, когда люди вырезают людей, обрекая при этом на страдания и по сути ад, сущность, которая привязана к плоду в чреве матери, и, соответственно, после аборта сущность не получает всплеска, чтобы вернуться на свой уровень, и, соответственно, оно остается либо нижним астрали, где ее могут съесть сущности уже умерших животных, либо остается вообще на не выходит на свой уровень и так далее, то есть очень много чего теряет. Это все можно прочитать в сущности разум и в других книгах, хорошо, что еще не запрещенных, таких, как «Неоднородная Вселенная», «Последнее обращение к человечеству». Эти мероприятия неоднократно освещались региональной прессе. Можно упомянуть многочисленные публикации Сиродвинской газеты «Северный рабочий», в статьях «Ворехов» в Зуиском интернете, публикации газет «Твой Иркутск» в новостях Кировской области и так далее. С критикой пикетов неоднократно выступала газета МК в Архангельске. С критикой, видите, они критикуют. Вы знаете, я не слышу, чтобы они набрасывались на какие-то действительно бандитские какие-то организации, которые тревожат бандиты, живут спокойно. Их никто не критикует, не тревожит. А вот организации, которые заявляют о возрождении, о том, что они собираются помогать обществу, вот видите, сразу же сколько публикаций и критики наваливается. И, как видно, Википедия тоже туда входит. Значит, далее прочитаем нужно вот еще немного распространение идей Левашова и Ермаковой учебных заведений. Одной из основных задач возрождения Золотого века является распространение идей, подчеркиваю, книг и статья Левашова, что является абсолютно конституционным правом русского общественного движения возрождения Золотого века и его участниками, что никто не имеет права поставить им это в укор, либо не имеет права никто им это запретить по Конституции и вообще по всем международным и так далее правам. По заявлениям самих представителей объединения подтверждаемым видеозаписью его активисты проводят программы лекции школы, на что имеют абсолютное право. Причем лекции они посвящают полезными для социума и в основном рассказывают о вреде допустим алкоголе, сексуального растления, объясняя это с помощью новых знаний Николая Викторовича Левашова. Деактивисты видеозаписями, подражениями лекциями в частных колледжах Мосэнерго в Деактивисты возрождения, назвавшиеся студентами Гнесинского университета, но они, я их лично знаю, они не назвались Гнесинского студента, они и являются Гнесинскими, вы можете узнать вот это все точно, что они являются студентами и дипломы из нити имеют не по словам своим, не заявляя, рассказывали школьникам о телегоне, вот очень важном еще явлении, которые, кстати, явления, которые факты в науке имеются, что это явление происходит и оно, кстати, засекречивается, а вот объяснить наша наука абсолютно это не может, почему вот новые знания Николай Викторовича Левашова это объясняют и других непризнанных наукой концепциях, включая идеи, якобы открытые Левашовым, якобы, ну хорошо, которого в докладе называли академиком, естественно академиком, ведь вы же сами пишите, что он действительно член четырех общественных академий, ну и не только общественных, четырех академий, как вы думаете, он является академиком, но является естественно академиком, у меня уже просто нет слов на такой, извините, дебилизм уже, видите, сами себе противоречат, уже сами себе, который в докладе называли академиком, ну естественно имели право, видеозаписи выступлений Левашова выложен также на сайте частного киевского вуза, ну и так далее, название вуза, вуз был подан документом ни одного абитуриента, чего-чего, бывший коммерческий вуз на базе школы, ликвидирован приказом Министерства образования, этот вуз, не был подан документом ни одного абитуриента, в 2011 году, но этот факт надо еще проверить, вот, пока я не могу ничего сказать, в октябре 2010 года при поддержке организации возрождения золотой век, учитель Шепетовская провела детскую конференцию в школе 0, меж 45 Петуропавловска, Камчатск, к помощи учителя школьники готовили доклады об опасности ГМО, опираясь в том числе на работы профессора Ермаковой, читаем на Ермакова, но почему-то не показывает, что доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии ран, понимаете, известная как автор работ серьезную критику, ну и что, что серьезную критику, это, понимаете, научный сотрудник, который опытным путем доказал о вреде, провел, просто покормил ГМО, можете прочитать, мышей, и они, понимаете, стали очень, изменились по сравнению с нормальным, в худшую сторону, понимаете, и это можете набрать ее, послушать, это научный действительно сотрудник, которого тут почему-то опираясь в том числе на работу, на работу кого? доктор биологических наук, понимаете, не признанные научные, не признанные научные, ну, кто, а кто, а кто признает это научное, а что, простите, научное сообщество, может, и не признает, но наше сейчас правительство уже заявляет, и все правительства во всем мире о запрете ГМО, видно, что, если научное сообщество не признает, значит, что оно признает, что оно не полезно, но нету такого, понимаете, пока есть научного доктора наук Ермакова исследования и других опровержения то, что это полезно, нету. На той же конференции старшеклассница, активистка организации Возрождения Золотой Век делала доклад о биологическом оружии на основе рассказов. Как же на основе рассказов, когда есть, опять же, повторю, в газете Президент статья о биологическом оружии, понимаете, и климатическом и так далее. И статья не только Ермаковой тоже есть статьи, в которых расскажут, что ГМО это биологическое оружие. Конференция привлекла внимание местной газеты Камчатский край, а ближе к лету школьники начали распространять буклеты. Ну, хорошо, это хорошо. Это действительно активные школьники, которые, основываясь на работе академика Николая Викторовича Левашова и Ермаковой, доктора биологических наук, действительно благо для своей Родины, спасая ее от ГМО, которая просто сократит население. И как вы думаете, если самая богатая страна мира потеряет своих исконных владельцев этой земли, что кому достанутся все богатства, понимаете, да? Организация, то есть, это логично, что пытаются сократить, заполучив все богатства даром, понимаете? Организация осуществляет деятельность, направленная на продвижение идеи Левашова в школе номер 17. имеет право осуществление деятельности Левашова в СМИ. В Левашов выступают во множестве фильмов, публикованных в интернете, без указания авторского коллектива. Ну, и что такого? Ну, если я снял человека допустим на камеру, что и не предоставил сам себя, если я сниму на камеру, что не имею права выложить это видео, потому что я не укажу авторский коллектив, у меня его допустим может не быть, ну да? Ну, это бред просто, вот и непонятно вообще, о чем они говорят, а тот авторский коллектив, который ну, есть в роликах, в фильмах, авторский коллектив, который по фильмам и роликам, который с участием Николая Викторовича Левашова, его фильмы размещены на сайте YouTube, 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 о, видите, вот тут они почему-то не написали с его слов, почему не написали, потому что видно, люди могут проверить, да, зайти в YouTube, да, и тогда вы как-то вот дохленькая ваша вот с его слов уже не прокатит, да, очень жаль вас, а также на торрент трекер социальной сети ВКонтакте вместе с тем Левашов выступал и по федеральным и региональным телевизионным каналам и радиопередачах, надо сказать еще, что можете посмотреть реальные записи, которые были сделаны и посмотреть те вырезки, которые вставляют с передачей из видео интервью с Николаем Викторовичем, вы увидите, что его все знания перекомкиваются, как бы предоставляется вообще с другой стороны, они толкают свою тему, призывают других экспертов, которые вообще противоречат во всю и вставляют коротко два слова Николая Викторовича, которые, понимаете, по двум словам понять всю суть, после чего последнему интервью Николай Викторович заявил, что я больше отказываюсь давать интервью, если вы вот так будете вырезать, понимаете, и так далее. некоторые записанные интервью телекомпании в итоге не стали пускать в эфир. В итоге чего? Ну, в итоге это вот факт, многие интервью не стали по понятным причинам, понимаете, потому что как в 90-х годах все вот эти фильмы не вышли о Николая Викторовича Левашове, так и сейчас уже время изменилось, однако до сих пор знания скрываются и они либо перевираются, либо не выходят, вот и все. В частности, по утверждениям на сайте объединения Левашова «Возрождение Золотой век», сюжет записан из Левашова на ТВЦ в октябре 2010 года не решились показать программе Анны Прохоровой. Телеканал РТР также не счел интервью с Левашовым достаточно удачным, чтобы включить его в передачу «Климат мировая революция». Ряд передач вышедших в эфир также были значительно урезаны по сравнению с первоначальной версией «Подождение Левашова», подтверждаемым оригинальным видео за всем. Тут верно, о чем я и говорил. Кроме того, Левашов утверждает, что снимался внутри «Нью-Йорк Тайм», CNN и так далее, BBC, «Волга ТВ», Нижний Новый 2 июня. Опять же, утверждает, ну вот, Нижний Новгород 2 июня 2007-го я могу предоставить, это можете набрать. Передача называется «Для тех, чья душа не спит». Можете сами посмотреть, тут не с его слов. Вот эта запись, которую я представлял, это я не знаю, какой канал там из-за американской, может быть, CNN или какой канал, вот, 95-й год, по-моему, вот, соответственно, это тоже не с его слов. Вот доказательства. Можете в Ютубе набрать для тех, чья душа не спит, Николай Левашов, и тоже увидеть, что это действительно было так. Передача «Марафон», по-моему, вот сейчас я нажал назад и попал на эту передачу сейчас. Вот, диалог, а, это передача «Диалог», ну, хорошо. Ну, то есть, посмотрите, эти передачи, актуальный разговор, а, это передача, как там называется? А, вот, передача «Разговор», вот, пожалуйста, доказательства, набирайте в Ютубе передача «Разговор», Левашов, вот и все. И тут не надо нескольких слов, и смотрите. А также давал интервью радио «Юность», дважды, этот, передача «Юность», я говорил, ссылку на, значит, на нее можно просто набрать в Ютубе в поиске «Левашов», Архангельск, 1991 год, и там это вот передача «Юность», вот она, вот ссылка на передачу «Юность», радиопередачу, пожалуйста, тоже есть, тоже имеется, и это не со слов, а есть реальные доказательства. «Ваш доступал в эфире радиостанция Архангельска. Подтверждение предполагается видео и аудиозаписи». Ну да, есть, а почему утверждает, понимаете, в одном смысле они пишут «утверждает», в другом «подтверждение аудиозаписи». В силу недостаточно подробных сведений или отсутствия в открытом доступе архивной программы передач для этих каналов нет возможности проверить, что запись действительно производилась соответствующим миокомпанией, в итоге вышли в эфир. Но это бред, потому что вот, допустим, вот этот ведущий вот ведущий программы, вот его лицо, вот он эту программу ведет и так далее. Короче, я как понял, тут усомневается, что все эти передачи действительно истинные, их создатели действительно создали, а это не подделки, но это и дураку понятно, что это не подделки. И как вы думаете, если кто-нибудь с вашей передачи сделает подделку и выложит, вы не подойдите в суд, не сделайте это общественно, общественным достоянием, что вот этот человек наврал, что он участвовал, подделал, как вы думаете? Или что это не будет общественно, особенно имея свою передачу, в этой передаче и заявит, понимаете? Или вот лицо, вот человек, вот ведущий, вот как это можно подделать, я не знаю. Может они умеют, но я уверен, они умеют подделать, может, в силу недостаточно подробных сведений и отсутствия в открытом доступе архивной программы передач, естественно, кто же в открытый доступ предоставляет архивный программ передач для этих каналов. Нет возможности проверить, что эти записи действительно производились. Ну, как я говорил, это абсолютно бред. Тогда, получается, надо проверять каждую абсолютно передачу, которая выходит или которая в Ютубе. Пожалуйста, проверяйте. Может, это подделки, может, там ведущие, это роботы, да, которые, ну, понятно. Так, в СССР, так, ну, далее, что можно прочитать? В конце 80-х годов деятельность Левашова стала публичной. В середине 88-го он уже профессионально занимался нелегальной, опять повторяю, в то же время он женился второй раз на МЗИ, значит, занимавшийся публичными сеансами гипноза, в то время, ну, гипноза он никогда не занимался публичными сеансами гипноза, никогда об этом не заявлял и ни в одной книге не пишет, что он занимался публичными сеансами гипноза, это вы можете проверить. В то время и позже, в 90-е годы МЗИ Левашова была довольно известна экстрасенсом и ее рассматривали как в фолебно, так и на нейтрально, так и в критичных публикациях. Вместе с другими людьми, претендующие на экстрасенсорные способности, в частности, Чумаком, Левашов создал фонд народной медицины и пытался получить поддержку этого фонда в структурах власти. по его собственным словам Министерство торгового флота. Значит, во-первых, в биографии не пишется, что он создал фонд никогда. Понимаете, фонд, представляете, это такая ложь и клевета ни в каком. Можете почитать биографию, просто даже набрать. Фонд народной медицины. Это нет. Можно просто набрать еще раз фонд, слово. Даже так просто сейчас даже слово фонд. Видите, биографии нету. И, как вы понимаете, Николай Викторович писал даже о встрече с Рокфеллером. Многие пользуются этим для того, чтобы показать, что вот он был куплен паразитами, но в котором, однако, Николай Викторович пишет, что он поставил на место Рокфеллера и так далее. Точнее, не Рокфеллера, а так, Рокфеллер, по-моему. Сейчас. Прошу прощения, сейчас немного. Да, сейчас. Да, встреча Левашова с Рокфеллером. Он пишет, что поставил на место, потому что Рокфеллер хотел, чтобы его полечили, но Николай Викторович сам пишет о этой встрече, что он как бы мягко, аккуратно отшил, если русскому, сказать русским языком этого наглого человека и сказал, что не получится, он, Рокфеллер привык, что все играют по его правилам, Левашов отказался играть по его правилам и так далее. Можете это прочитать все. Однако, по-видимому, речь идет о Министерстве. Затем Левашов оказался вхож в МИД СССР и начал пропагандировать там свои идеи. Оказался вхож. Очень... Вы знаете, если я сейчас захочу вхож в МИД СССР или в России, это я вхож буду, понимаете? Левашов, многие из МИДа может интересовались знаниями и так далее, способностями Николая Викторовича Левашова. Вот это вот возможно, понимаете? А вхож, вот вы вхож в МИД и пропагандирш там что-нибудь, попробуйте. Вот. Этот аспект действия Левашов и других целителей рассматривается в книге американского журналиста Шейка и трактуется им как отрицательная сторона ослабевшей цензуры. В частности, Шейн отвечает, но я не читал вот этого Шейна, поэтому я не могу ничего сказать. В июле 1990 года в передаче «Взгляд» центральное телевидение, а где эта передача, где мы можем найти вышел фильм, меморандум Левашовых, просвещен якобы целительским эксенсорным способностям Николая и МВИ Левашовых. Фильм был основан на заявлениях, ну только на заявлениях, вот как вы думаете, вот эти все встречи с учеными, доказательства, которые Николай Николай Викторовичи проводил и в СССР в 89-х, и в 89-м году, в 90-91-м, доказательства способностей девочки и другие, проводил эксперименты с учеными и так далее, проводил в Институте мозга очень много экспериментов, которые доказывают все знания и позиции Николая Викторовича Левашова, вот, и после этого заявляется, что на заявлениях все основывается, что вся передача, вот вы придите сейчас на телевидение, заявите что-нибудь, да, и вам будет посвящена целая передача, будет? Конечно же нет, понимаете, это вот, и вот здесь вот такой бред и аллогизм пишется вполне естественно, а также на словах четырех добровольцах испытуемых журналист бойцов сообщил, что после сеанса с Левашовым его женой он научился мысленно вылетать из своего тела и возвращаться назад, сопровождаемый в полете МЗИ. Журналист Гаевский сказал, что научился снимать чужую боль. Третий журналист Михаил Дехта сообщил, будто видит внутренние органы свои окружающих людей, но это же легко проверить, верно? Потому что если каждый же знает у кого какие проблемы с органами, если бы они просто воображали себе или были под воздействием, то это бы просто их прогнозы... А тут, понимаете, не заявляется, что было сразу же опровергнуто их видение, понимаете? То есть указывается, что из их слов как реагировало окружение, что это было правда, а это почему-то не указывается. Стоит отметить, что Михаил Дехта не был независимым испытуемым. Еще до съемок у него были доверительные отношения с Левашом. Он же в дальнейшем участвовал в представлениях и семинарах проводимый Левашом. Четверым испытуемым был Рубинск Исаакян, уже в те годы занимавшийся нетрадиционной медициной. Впоследствии перебравшийся в Калифорнию, основавший там клинику альтернативной медицины Альтимед. Исаакайсян заявил, что вылечил уникальную собаку от неизвестной уникальной болезни по фотографии. Помимо выхода в эфир центрального твитя, они все время заявляют, заявил, заявил, понимаете? А предъявите хотя бы доказать, что этого не было, что это ложь, что это не так, понимаете? Они не предъявляют. Хотя могут проверить все это. Помимо выхода в эфир центрального телевидения, подготовленные материалы были опубликованы в виде статьи в журнале телевидения и радиовещания. Несмотря на то, что фильм и статья были посвящены чите Левашова, хотя по словам Левашова в момент выхода передачи в эфир они уже были в разводе упор, был сделан на паранормальном способности к миру. Это отмечал и сам Левашов, заявляя, что такой акцент поставлен несправедливо, поскольку по его словам именно он научил Мзию целить, что естественно. Он как бы перестроил мозг и так далее. Как он делал это всем остальным людям и вот этим журналистам, которые начали видеть органы и так далее. Со своей стороны Мзия вообще не высказывал по поводу событий начала 90-х годов, поскольку вскоре объявил себя воплощением Иисуса Христа в настоящее время называет себя и так далее. Также в центральной целительстве Николая и Мзии Левашовых рассказывал из книги Кузника. Также не знаю этого автора, не читал. В 90-х и 91-х годах Левашов ездил по стране, занимался социалистической практикой, проводил публичные лекции, на которых в частности заявлял, что остановил озонный слой, удалил радиационное вещество из Чернобыльской АЭС. Ведь действительно радиация в последнее исследование показывает, что в районе Чернобыльской АЭС радиации не было еще тогда. Понимаете? То есть все это можно проверить фактами, а не просто вот, понимаете, он заявил, 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 ну так далее. Если это ложь, пожалуйста, опубликуй. А вот по такому-то исследованию такого-то университета, такого-то это загрязнение имеет место быть. Понимаете? Хотя бы это бы написали, понимаете? Но они даже этого не потрудились. Даже, знаете, фальсифицировать исследование какого-то университета, потому что фальсифицировать бы пришлось столько много, у них бы просто не хватило сил, они на это не способны. Сохранился ряд записей Левашова тех времен, в том числе для телевидения, однако нет сведений о том, выходили ли эти передачи в эфир, но так они не выходили вообще. Помимо Михаила Дехта Левашов поддерживал Борис Иванович Катаргин, вот, крупный инженер ракетостроитель, вот, это факт. Я его показывал, его мнение в, по поводу озоновой дыры. Генеральный конструктор по НГРМАШ и депутат на центральном телевидении Левашов в тот период больше не выступал. Так он на центральном телевидении была только передача «Взгляд», а все оставшиеся вот эти передачи, которые я показывал вам в самом начале, они не были на центральном телевидении. США. В 91-м году Левашов переехал в Калифорнию со своей женой Светлан, начал телеведческой практике, однако пациенты, ну, вот это я поэтому уже говорил. Ну, что я вам хочу сказать, про Америку можно и прочитать тоже. В 91-м году Левашов переехал в Калифорнию со своей женой Светланой, начал с телеведческой практики, однако пациенты оказывались платить, но это уже говорил по этому поводу, посещение обосновано это тем, что его работа им не помогает. на самом деле просто некоторые получили он влечен, но они не считали нужным платить. Через некоторое время по словам Левашова появились и клиенты, которых он принимал в одну из трех комнат центра акупунтуры American College of Traditional Chinese Medicine. Завел знакомство с семьей Арбелян, некоторые из членов которой Геворг Арбелян и его жена Марша поддерживали Левашова и снимались на местном телевидении на передачах о Левашове. Геворг Арбелян подготовил и перевод книг Левашова на английский язык. Что можно сказать, что это действительно так, что действительно есть передачи, можете найти, в которой уже после уезда из США Чита Арбелян рассказывает о способностях и о том, как он их лечил, и о том, что как ну, знание, как изменилось их мировоззрение после перестройки и так далее. Они все это рассказывают, чему есть доказательство это видеозапись. И также и ведущая тоже, ведущий помогал в свое время Левашов, и она об этом заявила. Левашов также выступал в эфире местной радиостанции Russian Voice Radio. Лечебная деятельность Левашова неоднократно обсуждалась в американских СМИ. Как видите, дальше, чем дальше, они уже почему-то не пишут с его слов, все меньше и меньше. То есть, в самом начале, когда человек быстро пробегает коротко о себе именно что с его слов и что он четырех создателей деструктивных сект и его книга призналась экстремистским, а далее все, ну, чем дальше от начала, чем видно люди меньше уже читают, наверное, лично я по себе так сужу, то тем меньше всего, меньше фактов они тем меньше, точнее, они вот про него пытаются как-то извраться, на мой взгляд, так. Хотя, тоже постоянно понятно, что пытаются что-то соврать и не пытаются, а реально либо фальсифицируют, либо просто лгут. Лечебная деятельность Левашова неоднократно обсуждалась в американских СМИ. Книгах и жунов. Чаще всего это целители и парапсихологи. Нет, это не целители, это доктор. Можете прочитать статью значит американского врача женщины. Я сейчас так секундочку. Можете зайти на сайт, убедиться, что или в одной из книг в начале дает значит по-моему это неоднородная вселенная перед книг дает женщина-врач из Америки свое мнение о неоднородной вселенной. Можете там прочитать. И там она рассказывает свое звание и так далее. Левашова, как и физика и Хиллера упоминает свои книги в разделе благодарности астролог Жанна Авери. Левашова считают учителем целитель Роберт Гинсбург психоаналитик Райх терапевт Ричард Бладсперт его целительская фирма Центр Фу Фуншионал Ресерч целитель Тодд Телфорд на Левашова как на выдающуюся физика и экстрасенса ссылается в нереферируемом журнале Барбара Купман вот Барбара Купман получившая образование психиатра в гериатрии и пишущая статьи по теме целительства экстрасенсорного восприятия Барбара Купман врач психиатр вот привлек Левашов и внимание борцов с женаукой журнал Сайентик общество скептиков была опубликована статья Майкла Шермера сообщившая что доверие Барбара Купман Левашова происходит из-за исцеления больной раком подруги Купман известной актрисой Сизан Тразберг якобы совершенного Левашову однако несмотря на заявление Левашову января 99 года Сразберг умерла от рака так Сизан Сразберг Сразберг можно просто посмотреть что пишется в статье так по крайней мере в статье не указывается то есть это еще возможно сторонние лица неизвестные еще значит я лично надо изучать кто она такая и так далее весной 2002 года возрасте 40 лет известного психолога Изабет Тарк изучавший возможности хилеров и экстрасенсов обнаружили в мозге опухоль мультиформную глиобластому была проведена операция а также была предписана радиотерапия Тарк доверившая альтернативной медицины пригласила также индейских шаманов специалиста по аквапультуре и Левашова Левашова сделал пасы руками сообщил что он остановил рак и уговорил Тарк прекратить радиотерапию состояние Тарка ухудшилось но Левашов сказал что виновата не опухоль а некротические ткани которые необходимо вырезать почти месяц ушел на поиски это сделать в итоге муж Тарк обратился к онкологам и по книг не сообщил что Глебостома отнюдь не остановили Леша уже в опасной стадии и операции проводить нельзя в любом случае было было уже поздно предыдущей ночи Элизабет Тарк умела эта история была опубликнула в журнале Вайрат а также использовалась статья Вика Стренджера ну что я могу сказать что по крайней мере Николай Викторович я не понял чтобы он это писал я считаю что значит что это возможно я лично так считаю что это возможно естественно провокация потому что пожалуйста если это пускай это будет интервью мужа да или о Левашове и так далее чтобы это были официальная статья которую бы перевели да но это ложь скорее всего поэтому оно и и не опубликовано и не слышно об этом на мой взгляд опять видно семья Причард в связи с ней ну что я могу сказать что Николай Викторович пишет свои биографии тоже что уйдя из СССР травли он такая же травля началась и в США по сути он рассказал что правит и там и тут одна система мировое правительство которое ежесекундно устраивает травлю и значит соответственно по этой причине была убита его жена Светлана по этой причине он умер и неудивительно что из его тех людей которых он действительно лечил и он многим помогал и помогал и в России и так далее и очень вот этим людям что и среди них естественно были и засланы провокаторы которые которым было значит выгодно сделать провокацию это первое а вторых это просто возможно ложные все данные вот потому что если это есть действительно миллионы доказательств того что Николай Викторович вылечил есть и карты медицинские есть доказательства излеченные есть люди которые заявляют что вот у них была такая болезнь она пропала есть и среди моих знакомых и среди моих родственников такие люди значит и таких людей очень много вот а те люди которые допустим он лечил и как бы они умерли или их не вылечил им достаточно просто встать высказать это понимаете публично на камеру или как но они этого не делают потому что это ложь понимаете потому что при жизни они могли это уже тысячи раз сделать и этого не делали вот поэтому я не буду дальше читать я по крайней мере если бы имел достаточно доказательств чтобы противопоставить я бы естественно предоставил материалы по этому поводу но вот итак Россия после приезда в Россию в 2006 году Левашов стал активно выступать в средствах массовой информации и печатать книги во-первых ни одну книгу он не печатал вообще это раз он создавал их книги а то что они как печатались он дал права на печатание в массы то есть любой человек имел право напечатать книги он не получал авторские права дал любой кто мог скачать книгу имел право распространять как он захочет и до сих пор это происходит ну до сих пор я точнее не знаю как до сих пор потому что наследниками являются это родственники Николая Викторовича но вот он свои авторские права отдавал любому человеку и не требовал запечать книг вот стал ли он активно выступать да в массовой информации нет потому что естественно в средствах массовой информации его как вы поняли уже не жаловали а вот то что он встречи с читателем устраивал это факт вот и делал он это не в средствах массовой информации а сам и люди которые хотели просто приходить на встречу брали камеру и потом выкладывали это на сайт или в интернет в 2008 году он дал продолжительное часовое интервью радиостанции сити-фм в котором изложил свои взгляды на происходящее в жизни на происхождение жизни прошу прощения рассказал о колонизации земли инопланетянами о человекообразных существах и кстати я бы добавил тут еще он это и доказывал понимаете и фактами живущих во времени динозавров и основавших цивилизации атлантов ох вот это полный бред и невежество ни в одной книге не пишется что о человекообразные что были человекообразные существа которые жили во времен динозавров и которые основали цивилизацию атлантов цивилизацию атлантов образовали родственники русов это по сути один народ который значит откололся и с которым было 13 тысяч в районе 12 тысяч лет назад значит война и в результате которой значит вся цивилизация земли скатилась с космического уровня уже до первобытного уровня а фальсификации истории и причем я бы добавил что доказываю фальсификацию а не просто кричал а фальсификации истории об арийских ведах ну во первых нету нигде арийских есть славяно-арийские веды и велесовой книги он был приглашен в роли эксперта по климатологии в эфир телеканал РЕН-ТВ первый канал ДТВ ну во первых не слышу чтобы на первом канале кто-то приглашал лично от себя на ДТВ слышал на ТВ3 тоже Россия 1 так же не слышал так же на радио и на региональных телеканалах и в газету аргументы и факты принимал участие в документально популярных фильмах на Левашова как на научного академика ссылается и в желтой прессе статья экспресс газеты а его мнение также перепечатывается в подборке новостей Russia Actual в некоторых интервью Левашова СМИ придерживаются нейтральной позиции так в эфире МТК МИР вышло краткое интервью Левашова где тот рассказывает об управлении погодой убийстве своей жены при этом репортеры воздерживались от собственной оценки сказанного и компетенции Левашова он был представлен как автор радиофизик по образованию в июне 2011 года состоялся радио продолжительное интервью с Левашовым на телеканале столица в котором ведущий Мяк Ченков подверг высказывания Левашова критики и назвал его псевдоученым так сейчас секунду ну вы знаете если есть у кого-то запись это пожалуйста предоставьте потому что я смотрел все видео и где конкретно эфир МТК Мир вышло краткое интервью Левашова а ведущий Мяк Ченков подверг высказывания Левашова критики и назвал его псевдоученым так сейчас посмотрим значит так сделаем на телеканал столица просто введем столица Ле телеканал и Левашов ведем и посмотрим вот так телеканал столица ну вы знаете я смотрел это интервью и вы знаете я не слышал чтобы вот так вот прямо здравствуйте программа разговор вы знаете это просто нонсенс и абсурд потому что ведущий я не называл прямо в лицо да и не прямо и никак не называл Николая Викторовича псевдоученым не знаю как это он прямо так и сказал вы псевдоученый наверное нет или это опять очередная ложь можете пересмотреть предлагаю пересмотреть данное интервью и услышать потому что я лично не слышу чтобы он говорил про псевдоученый если бы он это сказал это уже точно запомнил потому что это было бы очень контрастно как вы понимаете публикация Левашова встречается в региональных течениях СМИ некоторые статьи апологетичны в частности ряд публикаций в газеты те завтра другие называя Левашова ученым возмущены внесением в его книг список экстремистских материалов и протестуют против цензуры естественно поддержку Левашова осуществляет Пи президент управляемая писателем и автором неакадемических дисциплин Тюняевым печатаются и критические статьи МК в Архангельске публиковал материал о Левашове и его защитниках и о скандале между Левашовым и Татьяной Дивнич по выражению газеты грызне пророков и целителей регулярной критикой Левашова выступает интернет-газета про православие на северной земле критикуются Левашов как лжеученый и создатель деструктивной секты но они об этом уже заявляют критикуются Левашов журналистом Дмитрием Новгородским жесткой критики подверг Левашова иллюзионист Юрий Горный известный в том числе разоблачением экстрасенсов Горный утверждает что посетил публичное выступление но я не видел его видео публичное в котором бы он это заявлял или пускай ссылку на статью утверждал что посетил публичное выступление Левашова и наблюдал недобросовестные и опасные манипуляции целителей десяткам людей необычайно подверженных гипнозу недобросовестные опасные манипуляции а какие конкретно недобросовестные что значит если опасные то опасные чему и почему манипуляции а недобросовестные это почему далее пожалуйста укажите а то недобросовестные и опасные а чего и как непонятно Причем, где гипнозу подвержены, это Николай Викторович никогда не вводил, он против гипноза, хотя бы почитали и посмотрели его встречи с читателями. То, что для демонстрации возможностей Левашова и всей аудитории отбираются наиболее подверженные внушения, но это опять ложь, это я уже утверждал, рассказывал про это, подтверждается и на сайте самого Левашова. Абсолютно, там нет слова, что внушению люди, только, понимаете, там нету, такого можете посмотреть, проверить. Левашов и группа поддерживающих его людей, подписывающихся именем Елены Любимой, Елены Битнер, Дмитри Байды, проявляют значительную активность в русскоязычном интернете. Помимо деятельности на персональном сайте, чьи три URL-адреса названы в федеральном списке экстремистских материалов. Вот, кстати, если это про Левашов инфо, я проверял, там нету в списке федеральных экстремистских материалов. Они не названы там, можно проверить. Я лично проверял, можете проверить, их адреса Левашов инфо. Сайт имеет и множество других синонимов, создан ряд сайтов и форумов, а также ведется агитация на сайтах родновидической направленности. Краткий видеодоклад Левашов о чудесах растительного водства разместил на своем сайте известный борец генетические модифицированные организмы Ирины Ермаковой. Она не просто, еще вот почему-то умалчивает. Опять нажмем, ну, доктор биологических наук написано. А что, понимаете, это доктор биологических наук, почему-то не пишет. Активная критика Левашова также разворачивается в интернете. В интернете публикуется ряд изданий, не зарегистрированных в качестве СМИ, но позиционирующих себя как газета. Эхо русское агентство новостей. Это русское агентство новостей. На сайте одной из целей проекта названа широкая пропаганда новознаний академики Николая Викторовича Левашова и сайт Твер 13.ру, мимикрирующий под интернет версию известной газеты Тверская 13. Часть из этих газет поддержит Левашова. Ну-ка, посмотрим. Я лично ничего не слышал про Тверь 13. Посмотрим. Кто-нибудь здесь видит, что Левашова? Я лично не вижу. Вроде на главной странице, нажимаю Ctrl-F, ввожу в поиск Левашов. И не нахожу почему-то. О, вот. Единственная статья. Так. Израильский хакер, чтобы отомстить известному российскому ученому академику Левашова, заряд антисемейских скамер, взломал сайт. Снова инфо вот уже на протяжении недели. И размещая от имени Левашова ложные сообщения о том, что жена Светлана Левашова якобы убита. Вот. Это сообщение провокаторов. Вот. Вот это. Потому что сам Николай Викторович Левашов рассказал на встрече читателям о том, что много жестового сайта говорят о распространении информации о том, что якобы сайт вломан, что информация, которая размещена, верная информация, она не верна о том, что убили Светлана Левашова. Вот такая вот информационная война была после смерти Светланы Васильевны Левашовой. И, соответственно, вот даже этот сайт, который Николай Викторович сам же говорил, что это провокаторы, не слушайте их. Вот этот сайт, как видите, который действительно, может, и косит под какую-то газету. Ну, как вы уже поняли, тут не только не про Левашова, тут против Левашова вот эта информация, которую он сам опровергал, понимаете, да? И мимикрирующий под интернет известный 13, то есть это провокаторы создали вот этот интернет-ресурс, понимаете, который потом его и поливали. А другие провокаторы, это рунеты, заявляют, что этот ресурс еще и за Левашова, который еще к тому же еще напоминает какую-то газету Тверская 13, пытается быть похожим. Часть этих газет поддерживает Левашова, а часть критикует. Критика. Во множестве источников критиковалась целительская практика Левашова. Сообщалось, что в результате этой практики погибли пациенты Левашова. Вы сказали, ну, пускай покажет этих, пожалуйста, покажите, представьте родственников, свидетелей, что кто вот его лечил, и вот он умер, пожалуйста. Таких вот он уже вылечил уже тысячи людей имел в обществе, он же заявив вот так, что я лечу, это уже столько людей за столько лет, понимаете. И вот, наверное, стольких уже убил, но почему-то нет этих людей, родственники там должны быть, да. Столько, он же так врет, да, такой негодяй, что столько. Где же? Нету, понимаете. Наоборот, вокруг людей только рассказывают, что их вылечили, понимаете, что им помогли. Так книгах интервью Левашов утверждает, опять утверждает, что в 91-м году сумел за 5 минут очистить все поверхностные реки, озера, болота и грунтовые воды Архангельской области от промышленных загрязнений. Почему это факт? Потому что они очистились, и есть тому исследование, подтверждение. Деревообразующая промышленность в Архангельской области не перестала травить воду своими отходами, но, тем не менее, через 16 лет этой работы, в октябре 90-х годов, вода в Архангельской области по-прежнему чистилась, самая лучшая в России. Региональные газеты обратили внимание на рассказы Левашова и опубликовали о прилегающей статистике, согласно которым высказанный Левашов противоречит действительный. И действительно, Министерство жирных ресурсов РР констатировало, что в 2001 году в Архангельской области отмечалось наихудшее состояние поверхности вод в России. Да? Ну, может, ссылочку бы оставить. Сейчас посмотрим. 98. Неизвестная газета «Черные воды Северной Двины». Только почему-то там у них пишется 91-й, то 95-й. Ну-ка, сейчас зайдем. Так, 2005-й. А там, говорилось, 2007. Месяц назад пресс-служба Архангельской обеяла о том, что в прошлом году сброс предприятиям, ближайший водоем по сравнению с этим сократился почти. Ну, видите, тут сброс сокращается на 13. Может, не столь радужный. Ну, то есть фальсификация. Как видите, вот тут не самое грязное, понимаете, это ссылка на статью «Чего-то мнения», да? Это, во-первых. И вдобавок, эта статья связана с выбросом отходов. И, естественно, исследуется выброс отходов. И в этой области, где выброс, естественно, там может быть... На АЦКБ и пытались. Вот, говорится о аварии на АЦКБ. Пытались совместно, по мнению Азовский, попытка экологических органов общественных разобраться с состоянием дел в экологии. В АЦКБ тут говорится именно про, значит, авария на АЦКБ, понимаете? Ну, вот, и результат этого загрязнения здесь написан. Илья Азовский уверен, что главной причиной случившегося инцидента на АЦКБ отсутствие инвестиций в устаревшее оборудование. По его словам, за каждым совет директоров предприятия принимается решение об отказе индивидуала в пользу инвестирования в производстве. Естественно, если какая-то водоем очистить, и потом туда предприятие по какому-то будет выкинуто в результате аварии много всего, то, естественно, что будет с этим? Понятно. И вот они нашли статью о аварии на АЦКБ, и теперь это показывает, что вот, смотрите, как же ты очистил, представьте себе картину. Вы почистили, значит, комнату, а потом выходите, а находит тот момент, или когда был, упоминая, где, когда там была какая-то авария, то место, где вы почистили, скажем, или пролилась краска там. И вот рассказывают, ну, как же ты почистил, когда вот, смотри, вот у меня статья, там пролилась краска, а ты говоришь, что ты почистил. Ну, понятно, так как надо вернуться назад. Сейчас, секундочку. Вот. Так, региональная газета, ну и так далее. На неавторитетность и ненаучный характер общественной академии, в которой состоит Николай Левашов, неоднократно обращалось внимание прессы. Так, уфимским агентством, медиакорсеть, он назван псевдоученым, академиком четырех известных только ему, только ему академий. Ну, как видите, не только ему, в Википедии тоже известно, вон они вначале-то указали, и шарлатанам о возрождении золотой век организации сектантского характера. Ну, во-первых, секта, любая секта основывается на религии, посмотрите, хотя бы определение о возрождении золотой века против, выступает, разоблачает любую религию. Вот и думайте, какой же это сектантский характер. В той же статье в «Критическом свете» упомянуты взгляды Левашова на историю, религию климата, также рассказ Левашова, будто он очищал реки Архангельской области, останавливал ураганы с США и прекратил засуху в Калифорнии, о чем, кстати, есть у него в книгах доказательства. Можно эти доказательства посмотреть. Имеется в виду заявление Левашова, что в 92-м году он остановил засуху, ливившуюся на юге США 6 лет. Обычно ее описывают как серию засух. Левашов пишет. Я прислывал действию. Ну ладно, вот он, дошли и шли везде. Только в Сан-Франциско, где был сильный дождь, стал ливень. А где был ливень, поток и так далее. Вопреки этим утверждениям, согласно данным департаментом, водных ресурсов в Калифорнии засуха прикатилась лишь осенью. Никаких... Ну где ссылка? Сейчас посмотрим на ссылку. Ссылка разбита. Никаких значительных осадков не было. Ну опять, прямо вот... А где доказательства? Это с ваших слов не было. Друзья, где эти доказательства? Опять нету... Нет, это название предпри... этого самого... самого... National Research Conversion Service. Доказательств нету, понимаете? Голословно. Две ссылки, и они обе почему-то не работают. Опять метеорологические данные. Посмотрим, может метеорологические данные работают. Уважаем? Очень хорошо. Я не знаю, как будут. Так, значит... Так, Левашов отъехал в 2006 году. Тут у нас ссылка. Сейчас смотрим ссылку. Данные. Ну вот, в 2006 году он отъехал, и количество осадков уменьшилось. Почему противоречит? Вот как раз подтверждает, вот Snowpack и так далее. Precipitation уменьшились. Вот было на момент, в чем он не уезжал. Вот после его отъезда как раз подтверждают. Сейчас я переведу слово Precipitation. Сейчас, секундочку. Осадки. Ну вот же, наоборот, подтверждают. Друзья, вот, в 2006 году Николай Викторович приехал в Россию. И осадки, Precipitation, ну как раз они уменьшились, видите. Как раз это и говорит, ну, подтверждает его слова. Наоборот, понимаете, а не опровергает. Ну это вообще, это такой нонсенс, который я просто теряю дар речи. Как раз подтверждает, что при отъезде в 2006 году, как раз действительно в Калифорнии вновь засуха. О чем и говорит Николай Викторович. Членство Николая Левашова в малоизвестных общественных академиях также было раскритиковано. Ну, причем, ну, критикуют они, вот, академии. Ну, почему же называют псевдоученым? Ну, а где же на неавторитизм научных характер общественных академий и ненаучный характер? Так вы докажите, что это ненаучный характер общественных академий. Ну, заберите название академии, если это ненаучно. Но нет, такого не происходит, вы понимаете. Они бы еще бы назвали научное название государственного университета, понимаете. Но они такого не могут, потому что он государственный, понимаете. Они бы против себя, вы тогда это все сказали. Членство Николая Левашова в малоизвестных общественных академиях. Также Архангельским информационным агентством РусНорд, назвавшим Левашова уже академиком и так далее. Вот, ну. Критикуй подвигает следующее утверждение Лико. Он говорит, будто силы мысли. Ну, часа утра в восточно-американской войне. Позисленный ураган, что сила последнего упустилась. Кстати, все доказательства, к сожалению, содержатся вот в книге возможности разума, которая, к сожалению, по решению суда Омского запрещена. Вот, однако, заявление Левашова не только не подкреплено никакими доказательствами, но, естественно, подкреплены книгой. Вот, но, однако, я не могу его рассказывать, потому что оно запрещено. Кажется, в строении критики подвергалась также безуспешная попытка последовательника, что завербовать одно из молодежных объединений. Так, информация агентства цитирует слова членов объединения, отказавшихся от сотрудничества с Левашовым. Искажение отечественной истории левашовцами. Вот, скажите, они заявляют, какое же общественное движение отказалось? Это раз. Искажение отечественной истории. Да, это как же они отечественную историю искажают? Странно. Вот, просто для меня нонсенс. Опора на лживую духовность. Ну, духовность переводится как духовно, поэтому опора на духовность никакой не может быть отрицающей. Традиционные ценности русского. Это какие традиционные ценности? Что крещение, которое тысячи лет назад только было, и которое после крещения людей стали превращать в рабов божьих, и запрещать им, значит, законы и предков, ну, почитать и так далее. Вот это вот традиционные ценности, да? Запрет календаря от возрождения. 7723 год, я могу, прошу прощения, я тоже сейчас не помню, от возрождения, от сотворения мира в Звездном Храме. Это вот ценности русского народа. Просто несовместимы со здравым патриотизмом. Ну, просто супер. Посмотрим эту ссылку, 106-е. Не язычники попытались завербовать одну из молодежно-патриотических организаций Архангельска. Последователи Николая Левашова, известно, своим антисимистским взглядом, историю России попытались завербовать одну из молодежно-патриотических организаций, название которого православие не называет. Но если не называет название это общественное движение, то что же говорить дальше? Вот только вот эти глупые слова. Православная вера с ее идеалом является едва ли не единственной виновницей катастроф, постигшей Россию, а церковь является врагом русского народа, великим прошлым. Ну, вы знаете, во-первых, церковь сама не отрицает, что крестили они огнем и мечом. Ну, я не знаю, может, это такая любовь. Ну, ладно, тут я уже думаю, многим все понятно. Не называют, естественно, движение, которое там кто-то пытался завербовать, не по понятным причинам. Итак, друзья, что я хочу сказать, что, как видите, я попытался разобрать силу, как только мог, бред, ложь, клевету, которую нейрогенетическое программирование, преподача ложных, искажение информации. То, о чем пишут, пытаются искривить имя Николая Виктория Левашова. Надеюсь, что чем-то вот, конечно, я думаю, что дальше, если мы будем копать и разбираться, разбираться, что 2 плюс 2, никак. Как люди просто на этих, там, верить всему, там, верить в Бога, там, верить, что ничего не разбираясь, не пытаться самому понять, то будет действительно плохо. А вот если мы будем сами все разбираться, пытаться сообразить, то мы сможем продолжить действительно дело великого русского ученого, академика Николая Викторовича Левашова. Надеюсь, что вам видео было полезно. Всего доброго, до свидания.